Валентин Катаев неоднократно заявлял, что не считает «алмазный мой венец» мемуарным произведением. «Умоляю читателей не воспринимать мою работу как мемуары. Это свободный полет моей фантазии, основанный на истинных происшествиях, быть может и не совсем точно сохранившейся в моей памяти». Конечно, книга автобиографична. В ней Катаев проявляется совершенно необычным, свежим, метафорически раскованным, решительно обновленным автором. При этом он, конечно, довольно свободно обращается со своими героями, поскольку это не герои воспоминаний, а герои его фантазии. Не стоит считать все написанное вполне достоверным, но субъективизм автора очевиден. Эта субъективность полусознательная, безотчетная. Как говорил один из собеседников Марка Твена, это как бы дымка, окутывающая повествование, легкая, нежная, милосердная дымка, которая сообщит привлекательность облику автора, позволит увидеть его добродетели и затенит недостатки. Но истинное в портрете останется истинным. Попытка видоизменить то, что против него, не достигнет намеченной цели, туман не укроет подлинных черт, и читатель увидит человека таким, каков он есть. В каждой автобиографии скрыт дьявольский, тончайший секрет, и он противостоит всем стараниям автора переписать себя на свой лад. Продолжение следует... Я чувствовал, что Ключик никак не может забыть ту, которая еще так недавно прошумела в его жизни, как ветка полная цветов и листьев. Подобно Прусту, искавшему утраченное время, Ключик хотел найти и восстановить утраченную любовь. Он смоделировал образ ушедшего от него дружка, искал ей замену. Его душа находилась в состоянии вечного тайного любовного напряжения, которое ничем не могло разрешиться. То, что он так упорно искал, оказалось под боком, рядом, в мыльниковом переулке, почти напротив наших окон. Моя комната была проходным двором. В ней всегда, кроме нас с Ключиком, временно жило множество наших приезжих друзей. Некоторое время жил с нами вечно бездомный и неустроенный художник, брат друга, прозванный за цвет волос Рыжим. Вдруг говорил про него, что когда он идет по улице своей нервной походкой и размахивает руками, то он похож на манифестацию. Вполне допустимое преувеличение. Так вот, этот самый рыжий художник откуда-то достал куклу, изображающую годовалого ребенка, вылепленную совершенно реалистически из папье-маше и одетую в короткое розовое платьице. Кукла была настолько художественно выполнена, что в двух шагах ее нельзя было отличить от живого ребенка. Наша комната находилась в первом этаже, и мы часто забавлялись тем, что, открыв окно, сажали нашего годовалого ребенка на подоконник. И, дождавшись, когда в переулке появлялся прохожий, делали такое движение, будто наш ребенок вываливается из окна. Раздавался отчаянный крик прохожего, что и требовалось доказать. Скоро слава о чудесной кукле распространилась по всему району чистых прудов. К нашему окну стали подходить любопытные, прося показать искусственного ребенка. Однажды, когда ключик сидел на подоконнике, к нему подошли две девочки из нашего переулка. Уже не девочки, но еще и не девушки. То, что покойный Набоков назвал нинфетки. И одна из них сказала еще несколько по-детски шепеляга. «Покажите нам куклу». Ключик посмотрел на девочку, и ему показалось, что это то самое, что он так мучительно искал. Она не была похожа на дружочек. Но она была ее улучшенным подобием. Моложе, свежее, прелестнее, невиннее. А главное, по ее фаянсовому личику не скользила ветреная улыбка изменницы. А личико это было освещено серьезной любознательницей школьницей. Быть может, совсем и не отличницей, но зато честной и порядочной четверушницей. Тут же, нисходя с места, Ключик во всеуслышание поклялся, что напишет блистательную детскую книгу-сказку. «Красивую, роскошно изданную, в каленкоровом переплете, с цветными картинками». А на титульном листе будет напечатано, что книга посвящается, он спросил у девочки имя, отчество и фамилию. Она добросовестно их сообщила, но, кажется, клятва Ключика на нее не произвела особого впечатления. У нее не была настолько развита фантазия, чтобы представить свое имя, напечатанном на роскошной подарочной книге знаменитого писателя. Ведь он совсем еще был не знаменитостью, а всего лишь, с ее точки зрения, не молодой симпатичный сосед по переулку, не больше. Но он стал за ней ухаживать, как некий добрый дядя, что выражалось в потоке метафорических комплиментов, остроумных замечаний, которые пропадали даром. Так как их не могла оценить скромная, чистопродная девочка, едва вышедшая из школьного возраста. Дело дошло до того, что Ключик пригласил ее с подругой, упомянутое уже здесь кино «Волшебные грезы» на ленту с Гарри Пилем. Девочки получили большое удовольствие, в особенности от того, что Ключик купил им мороженое с вафлями, которое они бережливо облизывали со всех сторон во время сеанса. Одним словом, роман не получился. Слишком велика была разница лет и интеллектов. Но обещанную книгу Ключик стал писать, рассчитывая, что пока он ее напишет, пока ее примут в издательстве, пока художник изготовит иллюстрации, пока книга выйдет в свет, пройдет года два или три. А к тому времени девочка созреет, поймет, что он гений, увидит напечатанное посвящение и заменит ему дружочкой. Большая часть расчетов Ключика оправдалась. Он написал нарядную сказку с участием девочки-куклы, ее иллюстрировал по протекции Колченогова один из лучших графиков дореволюционной России, Добужинской. На титульном листе четким шрифтом было отпечатано посвящение. Однако девичья фамилия девочки, превратившаяся за это время в прелестную девушку, изменилась на фамилию моего младшего братца, приехавшего из провинции и успевшего прижиться в Москве, в том же Мыльниковом переулке. Он сразу же влюбился в хорошенькую соседку, но не стал ее обольщать словесной шелухой, а начал за ней ухаживать по всем правилам, как заправский жених, имеющий серьезные намерения. Он водил ее в театры, рестораны, кафе, битые сливки на Петровке за церковкой, которой уже давно не существует, и куда водил своих возлюбленных также командор. Очень модное место в Москве. Провожал на извозчике домой, дарил цветы и шоколадные наборы, так что вскоре в моей комнате в Мыльниковом переулке сумно сыграли их свадьбу, на которой Ключик, несмотря на то, что изрядно выпил, вел себя вполне корректно, хотя и сделал робкую попытку наскандалить, после чего счастливые молодожены поселились в небольшой квартирке, которую предосмотрительно нанял мой положительный брат. Вообще в нашей семье он всегда считался положительным, а я отрицательным. В скором времени мой брат стал знаменитым писателем, так что девочка с Мыльникова переулка ничего не потеряла и была вполне счастлива. Конечно, вас интересует, каким образом мой брат прославился. Об этом стоит рассказать подробнее, тем более, что мне часто задают вопрос, как создавался роман «Двенадцать стульев», переведенный на все языки мира и неоднократно ставившийся в кино многих стран. Я встаю и отстраняю микрофон, который всегда меня раздражает, начинаю свой рассказ с описания авторов «Двенадцати стульев». Сначала я говорю о друге, а потом о брате. Мой брат, месье Медам, был на шесть лет моложе меня. Я хорошо помню, как мама купала его в корыте, пахнущим распаренным липовым деревом, мылом и отрубями. У него были закисшие китайские глазки. И он издавал ротиком жалобные звуки «Кувакал», вследствие чего и получил название «Наш Кувака». Затем я говорю студентам о нашей семье, о рано умершей матери и об отце, окончившем серебряной медалью Новороссийский университет, ученике прославленного византииста, профессора, академика Кондакова. Говорю о нашей семейной приверженности к великой русской литературе и папиному книжному шкафу, где как величайшие ценности хранились 12-томные истории государства российского Карамзина, полное собрание сочинений Пушкина, Гоголя, Чехова, Лермонтова, Некрасова, Тургенева, Лескова, Гончарова и так далее. Я рассказываю, как у нас в семье ценился юмор, и как мой братец, еще будучи гимназистом приготовительного класса, сочинял смешные рассказы, вполне детские, но уже обещавшие большой литературный талант. Все это я говорю для того, чтобы подвести аудиторию к пониманию источников юмора, которым пронизано 12 студий. Я говорю довольно связно, повторяю уже много раз говоренную. А в это же время, как бы пересекая друг друга по разным направлениям и в разных плоскостях, передо мной появляются цветные изображения, таинственным образом возникающие из прошлого, из настоящего, даже из будущего, порождение еще неразгаданной работы множеству механизмов моего сознания. Говорю одно, вижу другое, представляю третье, чувствую четвертое, не могу вспомнить пятое. И все это совмещается с тем материальным миром, в сфере которого я нахожусь в данный миг. Маленький золотой карандашик в руке, голубые прописи между линейками большой тетради, переделкинская зелень за окном, сильно тронутая сентябрьской желтизной, или же наоборот, свинцовое майское небо, лужи, покрытые рыбьими глазами весеннего дождя. И еще много непознанного в психике, над чем всю жизнь трудился Павлов и гадал Фрейд. Запись Фролова, сообщенная в книге Каминского, «Динамическое нарушение коры головного мозга», «Москва, 1948 год», страницы 195-196. Павлов говорил, «Когда я думаю о Фрейде и о себе, мне представляются две партии горно-рабочих, которые начали копать железнодорожный туннель в подошве Большой горы человеческой психики. Разница состоит, однако, в том, что Фрейд взял немного вниз и зарылся в дебрях бессознательного, а мы добрались уже до света. Изучая явление и радиации, и концентрации торможения в мозгу, мы по часам можем ныне проследить, где начался интересующий нас нервный процесс, куда он перешел, сколько времени там оставался и в какой срок вернулся к исходному пункту». А Фрейд может гадать о внутренних состояниях человека. Он может, пожалуй, стать основателем новой религии. «Почему же я обращаюсь к этим молодым итальянцам или французам, словистам, студентам и студенткам, которые стараются записать мою неорганизованную речь в свои блокноты, а сам смотрю, быть может, последний раз в жизни в окно на средневековый двор старинного Миланского университета? На белые и черные статы, на аркады, окружающие невероятно просторный двор. Но при этом почему-то думаю о судьбе старых европейских деревьев, в котором опоздавшая весна не позволяет еще зазеленеть черных многовековых деревьев, вечно преследующих меня по дорогам Брабанта, Фландрии, Уэльса, Нормандии, Пьемонта, Ломбарди. Одни из них бегут за мной и не могут догнать. Другие убегают от меня за горизонт, и я не могу их догнать. Но все они кажутся мне лишь черными скелетами, хотя я и знаю, что в них надежно теплится зеленая жизнь, никогда их не покидающая. Летом она бушует, осенью начинают осторожно прятаться, зимой таинственно спит, прикидываясь мертвой. В корневых сосудах, в капиллярах среди возрастных колец сердцевины, но никогда не умирает, вечно живет. Лето умирает, осень умирает, зима сама смерть, а весна постоянная. Она живет бесконечно в недрах вечно изменяющейся материи, только меняет свои формы. Самая волнующая форма это миг, предшествующий появлению первой зелени на черноте якобы мертвых древесных развивок. Может быть, это март в Александровском парке, где мама, вся черная, как и деревья вокруг нас, стояла возле мертвого розариума, и черный ветер с моря нес над трепещущим орлиным пером ее шляпы, грузные дождевые облака. И все в мире казалось мертвым, между тем, как весна незрима, как жизнь моего еще не родившегося братишки уже где-то трепетала и билась маленькое сердечко. Брат приехал ко мне в мыльников переулок с юга, вызванный моими отчаянными письмами. Будучи еще почти совсем мальчишкой, он служил в уездном уголовном розыске в отделе по борьбе с бандитизмом, свирепствовавшим на юге. А что ему еще оставалось? Отец умер. Я уехал в Москву. Он остался один, не успев даже окончить гимназию. Песчинка в вихре революции. Где-то в степях Новороссии он гонялся на обывательских лошадях за бандитами, остатками разгромленной Петлюровщины и Махновщины, особенно свирепствовавшими в районе еще не вполне ликвидированных немецких колоний. Я понимал, что в любую минуту он может погибнуть от пули из бандитского обреза. Мои отчаянные письма в конце концов его убедили. Он появился уже не мальчиком, но еще и не вполне созревшим молодым человеком, жгучим брюнетом, юношей, вытянувшимся, обветренным, спочерневшим от новороссийского загара, худым, несколько монгольским лицом, в длинные допят крестьянской свитке, скрытой поверх черного бараньего меха синим грубым сукном, в юфтевых сапогах и кепке агента уголовного розыска. Он поселился у меня. Его все время мучило, что он живет, ничем не занимаясь на моих хлебах. Он решил поступить на службу, но куда? В стране все еще была безработица. У него имелись отличные рекомендации уездного уголовного розыска, и он пошел с ними в московский уголовный розыск, где ему предложили место. Как вы думаете, где? Не более, не менее, как в Бутырской тюрьме надзирателем в больничном отделении. Он сообщил мне об этом не без некоторой гордости, прибавив, что теперь больше не будет не стягивать. Я ужаснулся. Мой родной брат, мальчик из интеллигентной семьи, сын преподавателя, серебряного медалиста Новороссийского университета, внук генерал-майора и вязкого соборного протеерея, правнук героя Отечественной войны 12-го года, служившего в войсках Кутузова, Багратиона, Лонжерона, Атамана Платова, получившего 14 ранений при взятии Дрездена и Гамбурга, этот юноша, почти еще мальчик, должен будет за 20 рублей в месяц служить в бутырках, открывая ключами больничные камеры и носить на груди металлическую бляху с номером. Несмотря на все мои уговоры, брат не соглашался отказаться от своего намерения и аккуратно стал ездить на трамвае в бутырке, до которых было настолько далеко от мыльникова переулка, что приходилось два раза пересаживаться и еще одну остановку проезжать на дряхлом автобусе. Получалось, что на один только проезд уходит почти все его жалование. Я наставил, чтобы он бросил свою глупую затею. Он уперся. Тогда я решил сделать из него профессионального журналиста и посоветовал что-нибудь написать на пробу. Он уперся еще больше. Но почему же, спрашивал я с раздражением. Потому что я не умею пасти со злобой, отвечал он. Но послушай, неужели тебе не ясно, что каждый более или менее интеллигентный, грамотный человек может что-нибудь написать? Что именно? Бог мой, ну что-нибудь конкретно. Мало ли, не все и равно. Ты столько рассказывал забавных случаев из своей уголовной практики. Ну возьми какой-нибудь сюжетец, например. Ну, например, как вы там где-то в езде накрыли какого-то типа по фамилии гусь, воровавшего казенные доски. Я не умею, проскрепел зубами брат, и его шоколадного цвета глаза китайского разреза свирепо сверкнули. Тогда я решил употребить самое грубое свество. Ты что же это? Рассчитываешь сидеть у меня на шее со своим нищенским жалованием? Мой брат побледнел от оскорбления, потом покраснел, но сдержался и еще сильнее стиснув зубы, процедил с ненавистью, глядя на меня. Хорошо. Я напишу. Говори, что писать. Напиши про гуси и доски. Сколько страниц, спросил он бесстрастно. Шесть, сказал я, подумав. Он сел за мой письменный столик между двух окон, придвинул к себе бумагу, обмакнул перо в чернильницу и стал писать. Не быстро, но и немедленно, как автомат, ни на минуту не отрываясь от писания, с яростно неподвижным лицом, на котором я без труда прочел покорность и отвращение. Примерно через час, не сделав ни одной помарки и ни разу не передохнув, он исписал от начала до конца ровно шесть страниц и, не глядя на меня, подал свою рукопись через плечо «Подавись». Тихо сказал он. У него оказался четкий, красивый, мелкий почерк, унаследованный от папы. Я пробежал написанные им шесть страниц и с удивлением понял, что он совсем не дурно владеет пером. получился отличный очерк, полный юмора и наблюдательности. Я тотчас отвез его на трамвай, а в редакцию накануне дал секретарю, причем сказал, если это вам даже не понравится, то все равно это надо напечатать, вы понимаете, надо, от этого зависит судьба человека. Рукопись полетела на Юнкерсе в Берлин, где опечаталась накануне и вернулась обратно уже в виде фильетона, напечатанного в литературном приложении под псевдонимом, который я ему дал. Заплатите как можно больше, сказал я представителю московского отделения накануне. После этого я отнес номер газеты с фильетоном под названием «Гусь и доски», а может быть доски и гусь на мыльников и вручил ее брату, который был не столько польщен, сколько удивлен. «Поезжай за гонораром», сухо приказал я. Он поехал и привез домой три отличных свободно конвертируемых червонца, то есть 30 рублей валют того времени. «Ну, сказал я, так что же выгоднее, служить в бутырках или писать фильетоны? За один час сравнительно легкой и чистой работы ты получил больше, чем за месяц бездарных поездок в бутырки». Брат оказался мальчиком сообразительным и старательным, так что месяца через два, обладив редакцией всех юмористических журналов Москвы, веселый, общительный и обаятельный, он стал очень прилично зарабатывать, не отказываясь ни от каких жанров. Писал фильетоны в прозе и, к моему удивлению, даже в стихах, давал темы для карикатур, делал под ними подписи, подружился со всеми юмористами столицы, наведывался в гудок, сдал казенный наган в московское управление уголовного розыска, отлично оделся, немного пополнил, брился и стричься в парикмахерской с аликолоном, завел несколько приятных знакомств, нашел себе отдельную комнату и однажды рано утром я встретил его на Большой Дмитровке. Он, видимо, возвращался после ночных похождений. Тогда еще не вывелись извозчики, и он ехал в открытом экипаже на дутиках, то есть на дутых резиновых шинах. Модно одетый молодой человек, сгучий брюнет с косым пробором, со следами бессонной ночи на красивом добродушном лице, со скользящей мечтательной улыбкой и слепающимися счастливыми глазами. Кажется, он с просонем мурлыкал про себя что-то из своих любимых опер, а к пуговице его пиджака был привязан на длинные нитки красный воздушный шарик, сопровождавший его как ангел-хранитель и ярко блестевший на утреннем московском солнышке. Меня он не заметил. Проплыл мимо, мягко подпрыгивая на дутиках, и я, как старший брат, с одной стороны был доволен, что из него, как говорится, вышел человек, а с другой стороны чувствовал некоторые неодобрения по поводу его образа жизни, хотя сам вел себя в таком же духе, если не хуже. Наша встреча произошла на том самом месте, где несколько лет спустя командор назначил мне свидание с тем, чтобы накануне очередной октябрьской годовщины мы пошли в МК, и там в отделе пропаганды сочинили бы вместе стихотворные лозунги для праздничной демонстрации на Красной площади после военного парада. Приглашая меня на эту совместную поэтическую работу, командор строго заметил, но имейте в виду, это бесплатно, это наш с вами гражданский долг. МК помещался тут же рядом, в том особняке, где сейчас находится прокуратура СССР, и мы сидели в пустой комнате агитпропа и сочиняли лозунги, которые потом написаны на Кумачевых полотнищах, поплыли над толпой по улицам Москвы, а потом через всю Красную площадь мимо Мавзолея, в то время еще деревянного. По странному стечению обстоятельств через несколько лет на том же месте мы встретились с командором, шагавшим на голову выше остальных прохожих. Он только что написал «Марш времени» для своей бани, и тут же в такт своим чугунным шагам прочитал мне его. Видимо, ему не терпелось лишний раз проверить его звучание среди шумной улицы революционной Москвы. Вперед время, «Время вперед!» Этот кусок города сохранился до сих пор почти в полной неприкосновенности, подобно тому, как среди обломков моей разрушающейся и перестраивающейся памяти сохранилось видение командора, выбрасывая сел вперед шагающие ноги с задранными тупыми носами башмаков и клюквенно-красного отражающего солнышка воздушного шарика, плывущего над экипажем моего брата, которому в недалеком будущем предстояло сделаться с автором знаменитого на весь мир романа. Сейчас я вам сеньора расскажу, каким образом появился на свет этот роман. Прочитав где-то сплетню, что автор трех мушкетеров писал свои многочисленные романы не один, а нанимал несколько талантливых литературных подельщиков, воплощавших его замыслы на бумаге, я решил однажды тоже сделаться чем-то вроде Дюма-Пера и командовать кучкой литературных наемников. Благо в это время мое воображение кипело и я решительно не знал куда девать сюжеты ежеминутно приходившие мне в голову. Среди них появился сюжет о бриллиантах спрятанных во время революции в одном из 12 стульев гостиного гарнитура. Сюжет не бог весь какой, так как в литературе уже имелось шесть Наполеонов в Канан-Дойле, а также уморительно смешная повесть молодого рано умершего советского писателя Петроградца Льва Лунца, написавшего о том, как некое буржуазное семейство бежит от советской власти за границу, спрятав свои бриллианты в платяную щетку. Маленький, худенький, с прелестным личиком обреченного на раннюю смерть, Лев Лунц, приведенный к Аверинам в мыльников переулок, с такой серьезностью читал свою повесть, что мы буквально катались по полу от смеха. Ну и еще кое-что в этом роде я слышал в ту пору. Тогда я носился со своей теорией движущегося героя, без которого не может обойтись ни один увлекательный роман. Он дает возможность переноситься в пространстве и включать в себя множество происшествий, что так любят читатели. Теперь-то я знаю, что теории мои ошибочны. Сейчас у меня совсем противоположное мнение. В хорошем романе, хотя я и не признаю деление прозы на жанры, герой должен быть неподвижен, а обращаться вокруг него должен весь физический мир, что и составит, если не галактику, то во всяком случае солнечную систему художественного произведения. Ну а тогда, увлекаясь Гоголевским Чичиковым, я считал, что сила мертвых душ заключается в том, что Гоголю удалось найти движущегося героя. Силу своей страсти к обогащению Чичиков принужден все время быть в движении, покупать у разных людей мертвые души. Именно это позволило автору создать целую галерею человеческих типов и характеров, что составляет содержание его разоблачительной поэмы. Поиски бриллиантов, спрятанных в одном из 12 стульев, разбросанных революцией по стране, давало, по моим соображениям, возможность нарисовать сатирическую галерею современных типов времен нэппо. Все это я изложил моему другу и моему брату, которых решил превратить по примеру Дюма Пере в своих литературных негров. Я предлагаю тему пружину, они эту тему разрабатывают, облекают в плоти кровь статирического романа. Я прохожусь по их писанию рукой мастера, и получается забавный плутовской роман, в отличие от Дюма Пере, выходящей под нашими тремя именами. А гонорар делится поровну. Почему я выбрал своими неграми именно их моего друга и моего брата? На это трудно ответить. Тут, вероятно, сыграла известную роль моя интуиция, собачий нюх на таланта, даже еще не проявившиеся в полную силу. Я представил себе их обоих, таких разных и таких ярких, и понял, что они созданы для того, чтобы дополнять друг друга. Мое воображение нарисовало некоего двуединого гения, вполне подходящего для роли моего негра. До этого дня они оба были, в общем, мало знакомы друг с другом. Они вращались в разных литературных сферах. Я предложил им соединиться. Они не без любопытства осмотрели друг друга с ног до головы. Между ними проскочила, как говорится в старых романах, электрическая искра. Они приветливо улыбнулись друг другу и согласились на мое предложение. Возможно, их прельстила возможность крупно заработать, чем черт не шутит, не знаю, но они согласились. Я же уехал на зеленый мыс под Батумом сочинять водевиль для художественного театра, оставив моим крепостным довольно подробный план будущего романа. Несколько раз они присылали отчаянные телеграммы, прося указаний по разным вопросам, возникающим во время сочинения романа. Сначала я отвечал им коротко, думайте сами. А потом и совсем перестал отвечать погруженные в райскую жизнь субтропиков среди бамбуков, бананов, мандарин, висящих на деревьях, как маленькие зелено-желтые фонарики, деля время между купанием Дольче Фарньенте и писанием Квадратуры Круга. Еще почти совсем летнее октябрьское солнце, косые черноморские волны, безостановочно набегающие на пляж, те самые волны, о которых по ту сторону зеленого мыса сочинял Мулат, еще более посмуглевшие на Афгазском солнце следующие строки. Их много, их немыслим счет, их тьма, они шумят в миноре, прибой как вафля их печет, в родстве со всем, что есть, уверясь и знаясь с будущим в быту, нельзя не впасть к концу, как в ересь в неслыханную простоту. Боюсь, что к своему концу я действительно впадаю в ересь неслыханной простоты. Ну, что же делать, если так случилось? Впрочем, мавизм это и есть простота, но не просто простота, а именно неслыханная. так пел млад за зеленым мысом в кабулетах, обнявшись как поэт в работе, что в жизни порознь видно двум, одним концом ночное поти, другим светящийся батум. но я пытаюсь быть пощаженным, соединив в этом своем сумбурном выступлении ересь сложности с ересью неслыханной простоты, чего так и не удалось в своей прозе достигнуть младом. Брат и друг обиделись на мое молчание и перестали тревожить меня телеграммами с мольбами о помощи. Иногда я совершал набег на батум с бамбуковыми галереями его гостиниц с бархатной мебелью Духанов, где подавалось ни с чем не сравнимые кипиане в толстых бутылках с красно-золотыми этикетками, нанимал ялик, выезжал на батумский рейд и, сбрасывая из себя одежду, бросался в темную, уже почти ночную воду акватории, покрытую павлиниями перьями нефти. Пока мои спутники два грузинских поэта оставшихся в ялике с ужасом восхищались моим молодецким поступком, я плавал и нырял среди пароходов, черные корпуса которых были вблизи такими огромными, что рядом с их красными рулями высотой с двухэтажный дом, я сам себе казался зеленым лягушонком, готовым каждый миг пойти как дну, как бы затянутой в зловещую пропасть. Я испугался. Грузинские поэты вытащили меня за руки в ялик, и я испуганный и озябший натянул одежды на свое мокрое тело, так как нечем было вытереться. Грудь моя была поцарапана о борт ялика, когда меня вытаскивали. Вскоре, закончив водевиль, я покинул райскую страну, где рядом с крекинг-заводом сидели в болоте черные как черти буйволы, выставив круторогие головы, где местные наркомы в башлыках, навороченных на голову, ездили цугом в фаэтонах с зажженными фонарями по сторонам козел, направляясь загородные духа напировать, и их сопровождал особый фаэтон, в котором ехал шарманщик, крутивший ручку своей старинной шарманки, издававшей щемящие звуки австрийских вальсов, чешских полек, где старуха отжарка в чувяках продавала тыквенные семечки, сидя под лохматом, как бы порванным банановым листом, служившим навесом от солнца. Едва я появился в холодной дождливой Москве, как передо мной представили мои соавторы, с достоинством несколько даже суховато, они сообщили мне, что уже написали более шести печатных листов. Один из них вынул из папки аккуратную рукопись, а другой стал читать ее вслух. Уже через десять минут мне стало ясно, что мои рабы выполнили все заданные им бесхитростные сюжетные ходы и отлично изобразили подсказанный мною портрет Воробьянинова. Но кроме того ввели совершенно новый имя изобретенный великолепный персонаж Остапа Бендера, имя которого ныне стало нарицательным, как, например, Ноздрев. Теперь именно Остап Бендер, как они его назвали, великий комбинатор, стал главным действующим лицом романа, самой сильной его пружиной. Я получил громадное удовольствие и сказал им приблизительно следующее. Вот что, братцы, отныне вы оба единственный автор будущего романа. Я устраняюсь. Ваш Остап Бендер меня доконал. Позвольте, Дюма Пер, мы очень надеялись, что вы пройдетесь по нашей жалкой прозе рукой мастера, сказал мой друг, тем свойственным ему выражением странного вогнутого лица, когда трудно понять, серьезно ли он говорит или издевается. Я больше не считаю себя вашим мэтром. Ученики побили учителя, как русские шведов под Полтавой. Заканчивайте роман сами, и да благословит вас Бог. Завтра же я еду в издательство и перепишу договор с нас троих на вас двоих. Соавторы переглянулись. Я понял, что именно этого они от меня и ожидали. Однако не очень радуйтесь, сказал я. Все-таки сюжеты план мои, так что вам придется за них заплатить. Я не собираюсь отдавать даром плоды моих усилий и размышлений. В часы одинокие ночи, дополнил мою мысль братец не без ехидства, и оба соавтора улыбнулись одинаковой улыбкой, из чего я сделал заключение, что за время совместной работы они настолько сблизились, что уже стали как бы одним человеком, вернее одним писателем. Значит, мой выбор оказался совершенно точен. Чего же вы от нас требуете, спросил мой друг. Я требую от вас следующего. Пункт А. Вы обязуетесь посвятить роман мне, и вышеупомянутое посвящение должно печататься решительно во всех изданиях, как на русском, так и на иностранных языках, сколько бы их не было. «Ну это пожалуйста», с облегчением воскликнулись авторы, «тем более, что мы не вполне уверены, будет ли даже одно издание русское». «Молодые люди», сказал я, строго подражая дидактической манере Синеглазова, «Напрасно вы так легко согласились на мое первое требование. Знаете ли вы, что вашему пока еще не дописанному роману предстоит не только долгая жизнь, но также и мировая слава». Савторы скромно потупили глаза, однако мне не поверили. Они еще тогда не подозревали, что я обладаю пророческим даром. «Ну хорошо, допустим», сказал друг, «с пунктом А покончено, а пункт Б?» «Пункт Б обойдется вам не так дешево. При получении первого гонорара за книгу вы обязуетесь купить и преподнести мне золотой портфигар». Савторы вздрогнули. «Нам надо посоветоваться», сказал рассудительный друг. Они отошли к окну, выходящему на извозничий двор, и некоторое время шептались, после чего вернулись ко мне, и несколько побледне сказали «Мы согласны». «Смотреть же, братцы, не найдуйте». «Вы, кажется, сомневаетесь в нашей порядочности», голосом дуэлянта произнес друг, для которого вопросы чести всегда и во всем стояли на первом месте. Я поклялся, что не сомневаюсь, на чем наша беседа и закончилась. Долго ли, коротко ли, но после разных цензурных осложнений роман наконец был напечатан в журнале и потом вышел отдельной книгой и на титульном листе я небестайного тщеславия прочел напечатанное мне посвящение. Пункт А был свято выполнен. Ну, а пункт Б спросило меня несколько голосов в одном из английских университетов. «Леди и Гамильтоны», торжественно сказал я словами известного нашего вратаря, который, будучи на приеме в Англии, обратился к собравшимся со спичем и вместо традиционного «Леди и джентльмены» начал его восклицанием «Леди и Гамильтоны», будучи введен в заблуждение нашумевшей кинокартины «Леди Гамильтон». Ну, а что касается пункта Б, то с его выполнением мне пришлось немного подождать. Однако я и виду не подавал, что жду. Молчал я. Молчали и соавторы. Но вот в один прекрасный день мое ожидание было вознаграждено. Раздался телефонный звонок, и я услышал голос одного из соавторов. «Старик Собакин, нам необходимо с вами повидаться. Когда вы можете нас принять, доваляйте хоть сейчас», воскликнул я, желая несколько разрядить официальный тон, впрочем, смягченный обращением ко мне старик Собакин. Старик Собакин был одним из моих псевдонимов в юмористических журналах. Соавторы появились хорошо одетые, подтянутые, строгие. «Мы хотим выполнить свое обязательство перед вами по пункту «Б». С этими словами один из авторов протянул мне небольшой, но тяжелый пакетик, перевязанный розовой ленточкой. Я развернул папиросную бумагу, и в глаза мне блеснуло золото. Это был небольшой портсигар с бирюзовой кнопочкой в замке, но не мужской, а дамский, то есть в два раза меньше. Эти жмоты поскупились на мужской. «Мы не договаривались о том, какой должен быть портсигар мужской или дамский», заметил мой друг, для того, чтобы сразу же присесть всяческие словопрения. Мой же братишка на правах близкого родственника не без юмора процитировал из чеховской жалобной книги «Лопай, что дают». На чем наше деловое отношение закончилось, и мы отправились обмыть дамский портсигарчик в метрополь. Роман «Двенадцать стульев», надеюсь, все из вас читали, и я не буду леди Гамильтона его подробно разбирать. Замечили, что все, без исключения его персонажа, написаны с натуры, со знакомых и друзей, а один даже с меня самого, где я фигурирую под именем инженера, который говорит своей супруге «Мусик», «Дай мне гусик», или что-то подобное. Что касается центральной фигуры романа Остапа Бендера, то он написан с одного из наших одесских друзей. В жизни он носил, конечно, другую фамилию, а имя Остап сохранено как весьма редкое. Прототипом Остапа Бендера был старший брат одного замечательного молодого поэта, друга Птицелова, Эскеса и всей поэтической элиты. Он был первым футуристом, с которым я познакомился и подружился. Он издал к тому времени на свой счет маленькую книжечку крайне непонятных стихов в обложке из зеленой обойной бумаги с загадочным названием «Зеленые агаты». Там были такие строки «Зеленые агаты, зелено-черный вздох вам посылаю тихо, когда закат и сдох». И прочий вздор вроде «Гордо стройный виконт в манто из лягушачьих лапок, а в руке красный зонт». Или нечто подобное, теперь уже не помню. Это была поэтическая корь, которая у него скоро прошла, и он стал писать прелестные стихи сначала в духе Михаила Кузьмина, а потом уже и совсем самостоятельные. К сожалению, в памяти сохранились лишь осколки его лирики. Не архангельские трубы, деревянные фаготы пели мне о жизни грубой, о печалях и заботах. «Не таясь и не тоскую, слышу я, как голос милый, золотое аллилуйя над высокой могилой». Он написал «Есть нежное предание на непоне, о маленькой лошадке вроде пони, которая забралась на рисовое поле и лакомилась зелеными ростками. Ее увидел художник и увековечил на своей картине. Он изобразил осенние груши на лотке, у них от тумана слезились носики и тому подобное. У него было вечное ироническое выражение добродушного несколько вытянутого лица, черные волосы, гладко причесанные на прямой пробор, озорной носик сатирикончика, студенческая тужурка, диагоналевые брюки. Как все поэты он был пророк и напророчил себе золотое аллилуйя над высокой могилой. Смерть его была ужасна, нелепа и вполне в духе того времени, короткого отрезка гетманского владычества на Украине. Полная чепуха, какие-то синие жупаны, державная варта, безобразный национализм под покровительством немецких оккупационных войск, захвативших по брестскому миру почти весь юг России. Брат футуриста был Остап, внешность которого соавторы сохранили в своем романе почти в полной неприкосновенности, атлетическое сложение и романтический чистый черноморский характер. Он не имел никакого отношения к литературе и служил в уголовном розыске по борьбе с бандитизмом, принявшим угрожающие размеры. Он был блестящим оперативным работником. Бандиты поклялись его убить. Но по ошибке введенные в заблуждение фамилии выстрелили в печень футуристу, который только что женился и как раз в это время покупал в мебельном магазине двуспальный полосатый матрас. Я не был на его похоронах. Но Ключек рассказал мне, как молодая жена убитого поэта и сама поэтесса, красавица, еще так недавно стоявшая на эстраде нашей зеленой лампы, как царица с двумя золотыми обручами на голове, причесанный директуар, и читавшая нараспев свои последние стихи радикальное средство от скуки, ваш изящный мотор ландоле. Я люблю ваши смуглые руки на эмалевом белом руле. Теперь, распростершись, лежала на высоком сыром могильном холме и, задыхаясь от рыданий, с постаревшим искаженным лицом, хватала и запихивала в рот могильную землю, как будто именно это могло воскресить молодого поэта, еще так недавно слышавшего небесные звуки деревянных фаготов, певших ему о жизни грубой, о печалях, о заботах и о вечной любви к прекрасной поэтессе с двумя золотыми обручами на голове. Ничего более ужасного, говорил ключик, в жизни своей я не видел, чем это распростертое тело молодой женщины, которая ела могильную землю, и она текла из ее накрашенного рта. Но что же в это время делал брат убитого поэта Остап? То, что он сделал, было невероятно. Он узнал, где скрываются убийцы, и один в своем широком пиджаке матросской тельняшки и капитанки на голове, страшный и могучий, вошел в подвал, где скрывались бандиты в так называемую Хавиру, и, войдя, положил на стол свое служебное оружие, пистолет Маузер с деревянной ручкой. Это был знак того, что он хочет говорить, а не стрелять. Бандиты ответили вежливостью на вежливость, и в свою очередь положили на стол револьверы, обрезы и финки. «Кто из вас подлецов убил моего брата?» спросил он. «Я его пришил по ошибке вместо вас. Я здесь новый, и меня спутала фамилия», ответил один из бандитов. Легенда гласит, что Остап, никогда в жизни не проливший ни одной слезы, вынул из наружного бокового кармана декоративный платочек и вытер глаза. «Лучше бы ты, подонок, прострелил мне печень. Ты знаешь, кого ты убил? тогда я не знал, а теперь уже имею сведения известного поэта, друга Птицилова, и прошу меня извинить, а если не можете простить, то бери свою пушку, вот тебе моя грудь, и будем квиты». Всю всю ночь Остап провел в Хавире в гостях у бандитов. При свете огарков они пили чистый ректификат, не разбавляя его водой, читали стихи убитого поэта, его друга Птицилова и других поэтов, плакали и со скрежетом зубов целовались в засос. Это были поминки, короткое перемирие, закончившееся с первыми лучами солнца, вышедшего из моря. Остап спрятал под пиджах свой маузер и беспрепятственно выбрался из подвала, с тем, чтобы снова начать борьбу не на жизнь, а на смерть с бандитами. Он продолжал появляться на наших поэтических вечерах, всегда в своей компании иронической, громадной, широкоплечий, иногда отпуская с места юмористические замечания на том новороссийско-черноморском диалекте, которым прославился наш город, хотя этот диалект свойственен и Севастополю, и Балаклаве, и Новороссийску, и в особенности Ростову-на-Дону, вечному сопернику Одессы. Остап оттянуло к поэтам, хотя он за всю свою жизнь не написал ни одной стихотворной строчки. Но в душе он, конечно, был поэт, самый своеобразный из всех нас. Вот таков был прототип Остапа Бендера. Это все очень любопытно, то, что вы нам рассказываете, сеньор профессора. Но мы интересуемся золотым портфигаром. Не можете ли вы нам его показать? Я был готов к этому вопросу. Его задавали решительно всюду, и в Европе, и за океаном. В нем заключался важный философский смысл. Золото дороже искусства. Всем хотелось знать, где золото. Увы, сеньоры, мистеры, мадамы, месье, леди и гамильтоны, я его продал, когда мне понадобились деньги. Сдох разочарования, но вместе с тем и глубокого понимания пролетел по рядам молодых, любознательных и весьма потлатых студентов. А что стало с вашей комнатой, месье ле-профессор, в том переулке, который вы называете таким трудно произносимым словом, как мильников? Она занимает так много места в ваших лекциях. К этому стандартному вопросу я тоже был готов. Мыльников переулок, или, если вам угодно, Вия Мыльников, Рю Мыльников, или же Мыльников Стрит, до сих пор существует. Его еще не коснулась реконструкция столицы, но он уже называется теперь улица Жуковского. Дом номер 4 стоит на своем месте. В квартире давно поселились другие люди, которые, вероятно, не знают, в каком историческом месте они живут. Если вы приедете в Москву, можете посетить бывший мыльников переулок дом 4. Мою комнату легко заметить с улицы. На ее окнах имеется веерообразная белая железная решетка, напоминающая лучи восходящего из-за угла солнца. Весьма обыкновенная защита от воров как в Европе, так и за океаном. Время от времени в моей памяти возникают разные события, происшедшие в давние времена в мыльниковом переулке. «Теперь трудно поверить, но в моей комнате вместе со мной в течение нескольких дней на диване ночевал великий поэт Будетлянин, председатель земного шара. здесь Прямо в тень тополевых теней В эти дни золотая мать-мачеха С золотой черепашкой ползет. Или мне мало надо Краюшку хлеба да каплю молока, Да это небо, да эти облака. Или же совсем великое Свобода приходит на Гая, Бросая на сердце цветы, И мы с ней в ногу шагая Беседуем с небом на ты. Мы воины смело ударим рукой По суровым щитам, Да будет народ государем Всегда-навсегда здесь и там. Пусть девы поют у оконца меж песен О древнем походе, О верноподданном солнце, Самосвободном народе. Многие из нас Именно так моделировали эпоху. Мы с Будетлянином питались молоком, Которое пили из большой китайской вазы, Так как другой посуды В этой бывшей барской квартире не было. И заедали его черным хлебом. Председатель земного шара Не выражал никакого неудовольствия Своим нищенским положением. Он благостно улыбался, Как немного подвыпивший Священнослужитель. И читал, читал, читал Стихи, вытаскивая их Из навлочки, которую всюду носил с собой. Словно эти обрывки бумаги, Исписанные детским почерком, Были бочоночками лото. Он показывал мне свои доски судьбы. Большие листы, Где были напечатаны Математические непонятные формулы И хронологические выкладки, Предсказывающие судьбы человечества. Говорят, он предсказал Первую мировую войну И Октябрьскую революцию. Неизвестно, Когда и где он их сумел напечатать, Но, вероятно, В Ленинской библиотеке Их можно найти. Мой экземпляр с его Дарственной надписью утрачен, Как и многое другое, Чему я не придавал значения, Надеюсь на свою память. Несомненно, он был сумасшедшим. Но ведь и Магомед был сумасшедшим. Все гении более или менее сумасшедшие. Я был взбешен, что его не издают. И решил повезти Будетлянина Вместе с его наволочкой, Набитой стихами, Прямо в государственное издательство. Он сначала противился, Бармача с улыбкой, Что все равно ничего не выйдет. Но потом согласился. И мы пошли по московским улицам, Как два оборванца, Или вернее сказать, Как цыган с медведем. Я черномазый молодой, Молдаванский цыган, Он исконно русский пожилой медведь, Разве только без кольца в носу И железной цепи. Он шел в старом широком пиджаке С отвисшими карманами, Останавливаясь перед витринами Книжных магазинов, И с жадностью рассматривая Выставленные книги По высшей математике и астрономии. Он шевелил губами, Как бы произнося Неслышные заклинания На неком древнеславянском диалекте, Которое можно было По мимике понять примерно так. О, дашь Бог, Дашь мне денег, Дабы мог я купить Все эти драгоценные книги, Так необходимые мне Для моей поэзии, Для моих досок судьбы. В одном месте на Никитской, Где он не удержался И вошел в бакинистический магазин, Где его звери на зоркие глаза Еще с улицы увидели на прилавке Шарманку Елены Гуро И Садок Судей, Второй выпуск, Одно из самых ранних изданий Футуристов, Напечатанное на синеватой Оберточной толстой бумаге, Посеревшей от времени, В обложке из обоев с цветочками. Он держал в своих больших лапах Садок Судей, Осторожно перелистывая Толстые страницы И любовно поглаживая их. Наверное, у вас тоже нет денег, Спросил он меня с некоторой надеждой. Увы, ответил я. Ему так хотелось иметь эти две книжки, Но хотя бы одну, Садок Судей, Где были, кажется, Впервые напечатаны его стихи. Но на нет и суда нет. Он еще долго держал в руках книжки, Боясь с ними расстаться. Наконец он вышел из магазина Еще более мешковатый, Удрученный. На балконе безвкусного особняка В стиле московского Модерна-миллионера Рябушинского Против церкви, Где венчался Пушкин, Ненадолго показалась Стройная, Со скрещенными на груди руками Фигура Валерия Брюсова, Которого я сразу узнал По известному портрету Не то Серова, Не то Врубеля. Ромбовидная голова с ежиком волос, Скуластое лицо, Надменная бородка, Глаза египетской кошки, Как его описал Андрей Белый. Он еще царствовал в литературе, Но уже не имел власти. Время символизма навсегда прошло. На нем был уже не сюртук С шелковыми ласканами, А нечто советское, Даже, кажется, Общепринятая толстовка. Впрочем, не ручаюсь. Оставив Будетлянина в вестибюле Внизу на диване, Среди множества авторов С рукописями в руках, И строго наказав ему Никуда не отлучаться и ждать. Я помчался вверх По широченной, Манерно изогнутой лестнице С декаденскими, Как бы оплывшими перилами, Украшенными лепными барельефами Символических цветов, Полулилиями, Полуподсолнечниками. И, несмотря на строгий окрик Барышни-секретарша, Ворвался в непотребно огромный кабинет, Где за до глупости громаднейшим Письменным столом Сидел не Валерий Брюсов, А некто маленький, Ничтожный человечек, Наставив на меня Черные пики усов, Профессор. Тереть мне в ту незабвенную пору Было нечего. И я, кашляя от скрытого смущения И отплевываясь, Не стесняясь, Стал резать правду матку. Дескать, вы издаете халтуру Всяких псевдопролетарских Примазавшихся бездарностей, Недобитых символистов, В то время как у вас под носом Голодает и гибнет Величайший поэт современности, Гениальный будет Лянин, Председатель земного шара, Истинный революционер, Реформатор русского языка И так далее. Я не стеснялся в выражениях. Иногда пускал в ход Матросский черноморский фольклор, Хотя в глубине души, Как все нахалы, Ужасно трусил, Ожидая, что сейчас Разразится нечто ужасное, И меня с позором Вышвырнут из кабинета. Однако человечек С грозными пиками усов, Тот самый литературный критик, Фамилию которого Командор так ужасно И, кажется, несправедливо Зарифмовал со словом Погонь, Оказался довольно симпатичным И даже ласковым. Он стал меня успокаивать, Сплеснул ручками, Захлопотал. Как? Разве он в Москве? Я не знал. Я думал, что он где-то В Астрахани или Харькове. Он здесь, Сказал я, Сидит внизу В толпе ваших Халтурщиков. Так тащите же его Поскорее сюда. Он принес свои стихи? Да, целую наволочку. Прекрасно, Мы их непременно Издадим в первую очередь. Я бросился вниз, Но Будетлянина Уже не было. Его и след простыл, Он исчез. Вероятно, В толпе писателей, Как и всегда, Нашлись его страстные поклонники И увели его к себе, Как недавно увел его К себе и я. Я бросился на мыльников Переулок, Но, увы, Комната моя была пуста. Больше Я уже никогда не видел Будетлянина. Потом до Москвы Дошла весть, Что он умер Где-то в глубине России, По которой Скотомка И посохом Странствовал Вместе со своим Другом Неким художником. Потом уже Стало известно, Что оба они Пешком Брели по дорогам Родной, Милой их сердцу Русской земли, По ее городам И весям. Ночевали, Где Бог послал, Иногда Под скупыми Северными Созвездиями. Питались Подаянием. Сперва Просудился И заболел Воспалением Легких Художник. Он очень боялся Умереть Беспокаяния. Будетлянин Его утешал. Не бойся Умереть Среди Родных Просторов. Тебя Отпоют Ветра. Художник Ветра. Ветра. Ящик. Поставив Места Даты Москва Хитров Рынок Советская Водогриня. Один из них Носил почему-то Котелок. Хитров Рынок Был тем самым Прибежищем Босиков Местом скопления Самых Низкопробных Московских Ночлежек, Которые Некогда Послужили Материалом Для художественного Театра При постановке На дне. Я еще Застал Хитров Рынок Сохранившийся В неприписновенности С дореволюционных Времен. Помню Яркую Лунную Ночь. Голубое И черное Среди Опасных Закоулков Дряхлых Проходных Дворов Полуразрушенных Домов Этих Ни с чем Несравнимых Трущоб Населенных Болезненными Людьми Серых Лохмотьях С цариками Чахоторшными Базарными Проститутками Мелкими Ракетичными Воришками Домушниками Беспросветно Пьяными Нанюхавшимися Кокаина Зеленолицами Иногда С проваленными Носами Сифилитиками Они Ютились В ночлежках На нарах Покрытых Вшивой Трухлявой Соломой Они Как тени Бродили Среди Помоек Освещенного Луною Двора И подбирали Какие-то Бумажки Принимая Их За кредитки Это было Неописуемо Ужасно А водогрение Откуда Ничегоки Добывали Себе Бесплатный Кипяточек Отбрасывало Черную Калинкоровую Тень Своего Навеса На половину Зловещей площади Залитой Голубым Лунным Светом Куда Не отважилась Заглядывать Даже Милиция Это была Неуправляемая Часть Столицы Хитров рынок Помещался Сравнительно Недалеко От моих Чистых Прудов Незадолго До своего Конца Однажды Грустным Утром Ко мне Зашел Королевич Трезвый Тихий Я даже Сказал Благостный Инок Послушник Только Скуфейки На нем Не было Ты знаешь Негромко Сказал он Не такой уж Я пропащий Как обо мне Говорят Послушай Мои последние Стихи Это лучшее Что я написал Он подсел Ко мне На тахту Как-то По-братски Обнял Меня одной Рукой И заглядывая В лицо Стал читать Те Свои Самые Последние Прелестные Стихи Которые И до сих Пор Несмотря На свою Неслыханную Простоту Или вернее Именно Вследствие Этой Простоты Кажутся Мне Прекрасными До слез Всем Прозрачные Ясные Как маленькие Алмазики Чистейшей Воды Не могу Удержаться Чтобы не Переписать Здесь По памяти Клен Ты мой Опавший Клен Заледенелый Что Что Стоишь Нагнувшись Под Метелью Белой Или Что Увидел Или Что Услышал Словно За деревней Погулять Ты Вышел И Как Пьяный Сторож Выйди На Дорогу Утонул В сугробе Приморозил Ногу Сам Себе Казался Я Таким Же Клен Только Не Опавшим А Во Всю Зеленым Он Читал Со Слезами На Слегка Уже Полинявших Глазах Ну И Конечно Слышишь Мчаться Сани Слышишь Сани Мчаться Хорошо Слюбимый В поле Затеряться Ветерок Веселый Робок И Застенчив По Равнине Голый Катится Бубенчик Эх Вы Сани Сани Конь Ты Мой Буланы Где То На Поляне Клен Танцует Пьяный Мы К нему Подъедем Спросим Что Такое И Станцуем Вместе Под Тальянку Трое Он С Таким Детским Удивлением Произнес Это Спросим Что Такое Что Мне Захотелось Плакать Сам Не Знаю От Чего Тогда Я Не Понимал Что Это Его Действительно Последние Знаешь Что Сказал Он Вдруг Давай Сегодня Не Будем Пить А Пойдем Ко Мне Будем Пить Не Водку От Чай С Медом И Читать Стихи Мы Не Торопясь Пошли К нему Через Всю По Осеннему Солнечную Москву В Конец Причистенки Мимо Особняка Где Некогда Помещалась Школа Айседоры Дункан И Поднялся Поднялся Четвертый Или Пятый Этаж Большого Богатого Доходного Дореволюционного Дома В Нордическом Стиле Вошли Через Переднюю Где стояли Скульптуры Каненкова Сенька Разин И Персидская Княжна Одно Время Даже Украшавшие Красную Площадь Гениально Грубо Вырубленные Из Бревен И Вступили В барскую Квартиру В столовую Золотисто Наполненную Осенним Солнцем Там Немолодая Дама Новая Жена Королевича Внучка Самого Великого Русского Писателя Вся В деда Грубоватым Мужицким Лицом Только Безызвестной Всему Миру Седой Бороды Налила Нам Прекрасно Заваренный Свежий Красный Чай Стаканы С Подстаканниками И Подала В розетках Липовый Мед Золотистый Янтарный Как этот Солнечный Грустноватый День И Мы Пили Чай С Медом Ощущая Себя Как бы В другом Мире Между Ясным Небом И Трубами Московских Крыш Видневшихся В открытые Двери Балкона Откуда Потягивало Осенним Ветерком И Читали 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 Друг Друг Другу Конечно Наизусть Без На своих И чужих Стихов Блока Фета Полонского Пушкина Лермонтова Некрасова Кольцова Я Даже Удивил Королевича Иннокентием Анинским Плохо Ему Знакомым Некрасов Нависнет Поэзии Поэзии Я Думаю В этот День Королевич Прочитал Мне Все Свои Стихи Даже Радоницу Во всяком Случае Все Последние Самые Самые Последние Но Самого 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 Последнего Он Не Прочел Оно Было Посмертное Написанное Мокрой Зимой В Ленинграде В гостинице Англитер Кровью На маленьком Клочке Бумажки До Свидания Друг Мой До Свидания Милый Мой Ты У меня В груди Предназначенное Расставание Обещает Встречу Впереди До Свидания Друг Мой Без Руки И Слова Не Грусти И Не Печаль Бровей В Этой Жизни Умирать Не Ново Но И Жить Конечно Не Новей Он Верил В Загробную Жизнь Долгое Время Мне Казалось Мне Хотелось Верить Что Эти Стихи Обращены Ко Мне Хотя Я Хорошо Знал Что Это Не Так И Долгое Время Передо Мной Стояло Да И Сейчас Стоит Неустранимая Картина Черная Похоронная Толпа На Тверском Бульваре Возле Памятника Пушкину Со Снеженной Курчавой Головой Как Бо Склоненной К Открытому Гробу В глубине Которого Виднелось Совсем По-детски Маленькое Личико Мертвого Королевича Задушенного Искусственными Цветами И Венками С Лентами Прошло То Что Мы Привыкли Называть Временем Некоторое Время И Судя Потому Что В объеме Стои Стеклянной Чаши Наполненной Белым Сухим Вином Айданиль Мокла Клубника А на Чистых Прудах Отцветала Сирень И Начинали Цвести Липы Вероятно Кончался Месяц Май Мы Сидели В Мыльниковом Переулке Мулат Альпинист Худой Высокий Резко Вырезанный Деревянный Солдатик С маленьким Носиком Как у Павла Первого Птицелов Орлекин И еще Кто-то Из поэтов И я Здесь уместно Объяснить Читателю Почему я Избегаю Собственных Имен И даже Не придумываю Вымышленных Как это Принято В романах Но Во-первых Это не роман Роман Это компот Я же Предпочитаю Есть фрукты Свежими Прямо Из дерева Разумеется Выплевывая Косточки А во-вторых Сошлись На Пушкина Те Которые Пожурили Меня Что никак Не назвал Моего Финна Не нашед Ни одного Имени Собственного Конечно Почтут Это За непростительную Дертость Правда Что Большей части Моих читателей Никакой нужды Нет До имен И что Я не боюсь Никакой запутанности В своем Рассказе Письмо Гнедичу От 29 Апреля 1822 Года Из ранних Редакций Я тоже Не боюсь Никаких Запутанностей Итак Мулат Альпинист Птицелов Орликин Ключик Еще Кто-то Из Поэтов И я При Открытых Окнах Мы всю ночь Читали Стихи Постепенно Пьянее От поэзии От крешона Который Мы Черпали Чашками Из Стеклянного Сосуда Где Кисли Уже Побелевшие Как бы Обескровленные Разборные Бухшие Ягоды Клубники Отдававшие Свой сок Дешевому Белому Вину Время От времени Подливаемому Из булькающих Бутылок Это было То Что в Пушкинское Время Называлось Дружеской Перушкой Или даже Попойкой Мы все Уже Были пьяны Как пьяный Дельвик На Перу Деревянный Солдатик Был наш Ленинградский Гость Автор Романтических Баллад Бывший Во время Первой Мировой Войны Кавалеристом Фантазер И дивный Рассказчик Поклонник Киплинга И Гумилева Он Мог бы По табеле Поэтических Рангов Занять Среди нас Первое Место Если б Не Мулат Мулат Царил На нашей Дружеской Попойке Деревянный Но самим Богом Поэзии Сошедшим В мыльников Переулок В обличии Мулата С конскими Глазами И наигранно Простодушными Повадками Моцарта Якобы Сам Того Не Знающим Что Он Бог Его Стихи Из книги Сестра Моя Жизнь Из Темы Ивариации Которые Он Щедро Читал Мыча В нос И Перемежая Густыми Низкоголосыми Междометиями Полуглухонемого Как бы Поминутно Теряющего Дар Речи Были Настолько Прекрасны Что По сравнению С ним Все наши Даже Громогласные До истерики Пассажи Орликина И Многозначительные Строфы Птицилова Казались Детским Лепетом Если У художников Бывают Какие-то Особые Цветовые Периоды Как Например У Пикассо Розовый Или Голубой То В то время У Мулата Был Период Пекторского Изображая Костноязычным Мычанием Подобно Своему Юродствующему Инвалиду Гундосе Подражающему Пиле То Что в глубине Его сознания Звучало Как Оркестровые Свиты Мула Совсем Мы уже Были Близки Пока Мест Оглашаются Открытия На полном Съезде Капель И копыт Пока Бульвар С простительную Прысью С камью Дождем Растительным Крапит Пока Березы Метлы Голодранцы Афиши Кошки И столбы Скользят Видением Влюбленного Пространства Мы Повесть На год Отведем Назад Важны Были Совсем Не повесть Не все Эти неряшливые Маловразумительные Перечисления А отдельные Строки Которые В свалке Мусора Мог найти Как бриллиант Только гуляка Праздной Гений С простительную Прытью С камью Дождем Растительным Крапит Может быть Это Изображение С пьяных глаз Рассветного Московского Бульвара Стоило Сей поэмы Мы были Восхищены Изобразительной Силой Мулата И признавали Его Безусловное Превосходство Дальше Развивался Туманный Спекторский Сюжет Сумбурное Повествование Полное Скрытых Намерений И темных Политических Намеков Но все равно Это было Прекрасно Забытый Дом Служил Как бы Резервом Кружку Людей Знакомых По Москве И потому Бухтеевым Не первым Подумалось О нем На Рождестве Их было Много Ехавших Навстречу Опустим Планы Сбора Переезд И так Далее Триумф Мулата Был полный Я тоже Как и все Был восхищен Хотя Меня и тревожило Ощущение Что некоторые Из этих Гениальных Строг Вторичны Где-то Давным Давно Я уже Все это Читал Но где Не может Этого Быть И вдруг Из глубины Памяти Всплыли Строки И вот Уже Отъезд Его Назначен И вот Уж Брат Зовет Его Кутить Игнат Мурат Взволнован Озадачен На все Готов Всем Хочет Угодить Кутить В Москве Неловко Показалось По случаю Великопостных Дней И за город По их следам Помчалось Семь троек Семь Янских Больших Саней Разбрасывая Снег Стучат Подковы Под шапками Торчат Воротники И слышим Смех И говор Что вы Что вы Шалите И в ногах Лежат Кульки Что это Мулат Нет Это Полонский Из поэмы Братья А это Тот же Пятистопный Рифмованный Ям С цезурой На второй Стопе Был Снег Волнист Окольный Путь Извили И каждый Шаг Готовился Сюрприз На Розвольнях Да Колики Резвились И Женский Смех Как Снег Был Серебрист Особенно Же Я Вам Благодарна За Этот Такт За То Что Не С одним Ухаб Другой Ну Как А мы Напарных А мы Кульков Своих Не Отдадим Кто Это Полонский Нет Это Мулат Но С Кульками Полонского Впрочем Тогда В Мыльниковой Переулке Об этом Как-то Не Думалось Все Казалось Первозданным Невероятно Было Представить Что Мулат Старичен В Окошке Уже Начал Приливать Ранний Весенний Рассвет Цвета Морской Воды На Миг Настала Предрассветная Тишина Мы Почему-то Замолкли Передопустевшей Чашей Крюшона Вдруг Послышался Цокот Подков По мостовой Мыльниковой Переулка Уже Не ночного Но еще И не утреннего К нашему Думу Приближался Извозчичий Экипаж Была Такая Тишина Что Угадывалось Его Мягкое Подпрыгивание На Ресорах Экипаж Поравнялся С нашими Открытыми Окнами Поравнялся И остановился Мы Увидели В экипаже Господина С испитым Лицом Шляпина Затылки Видимо Он возвращался Домой После Бессонной Ночи Усы Трось Над болташником Господин Повернул К нашим Распахнутым Окнам Бледное Лицо Игрока И произнес Утренним Хотя и Несколько С перепоя Но четким Хрепловатым Громким На весь Переулок Голосом Нечто Похожее На зловещую Как бы Гигзометрическую Строку Всех ждет Неминуемые Петли После чего Тронул Извозчичью Спину Тростью И звонкое Цоканье По мостовой Возобновилось И постепенно Все слабело И слабело До тех пор Пока экипаж Не скрылся За углом Строку Мы некоторое время Пребывали в молчании В конце концов Расхохотались Ночная пирушка Кончилась Надо было расходиться Но нам трудно Было Так вдруг Расстаться Друг с другом Все вместе Пошли мы Провожать Мулату Еще по ночному Пустынные Улицы Были уже Ярко освещены Утренним Июньским Солнцем Жарко Бившим в глаза Откуда-то Из-за Москворечия По дороге Мы изо всех сил Старались Шутить И острить Как будто бы Ничего особенного Не случилось Орликин Маленький Вдохновенный Весь набитый Романтическими Стихотворными Реминесценциями Орал на всю улицу Свои стихи Как бы наряженные В наиболее яркие Исторические платья Из театральной Костюмерной В камзолы Пудренные парики Ложно-классические Тоги Рыцарские доспехи Шутовские кастаны В конце концов Как бы придя Ко взаимному Соглашению Мы сделали вид Что с нами Ничего особенного Не произошло Что появление В мыльниковом Переулке Экипажа Со странным Седоком Не более чем Галлюцинация Хотя ужасная Тень покончившего С собой Королевича Незримо Сопровождала Нас до самого Дома Где жил Тогда Мулат Недалеко от Музея Изящных Искусств На Волхонке Против Храма Христа Спасителя В громадном Золотом Куполе Которого Нистого Горело Все еще Низкое Утреннее Солнце Мне показалось Что на пустынных Ступенях Храма Я вижу Две обнявшиеся Тени Ее И его Как бы Выходцев Из другого Навсегда Разрушенного Мира Вечной Любви Она была Синеглазка Он Был Я Мулат Простился С нами И вошел В подъезд А потом По лестнице Свою Разгороженную Фанерой Квартиру Как образ Входит В образ И как Предмет Сечет Предмет А отражение Солнца Било как Прожектор Из купола Храма Христа Спасителя В немытые Запущенные Окна Его Квартиры Где его Ждали Жена И Маленький Сын На этом Позвольте Сегодняшнюю Лекцию Закончить Благодарю Вас За внимание Как Вы еще Хотите Что-нибудь Узнать О Мыльниковом Переулке Вы его Называете Легендарным Возможно Пожалуй Я еще могу Рассказать Как Однажды Я вез К себе В Мыльников Переулок Два кожаных Кресла Купленных Мною На аукционе Помещавшимся В бывшей Церкви В Пименовском Переулке Упомянутые Кресла Коричневой Еще не Вполне Потертой Кожи Были Установлены На площадке Ломового Извозчика Мы С Птицеловым Комфортабельно Развалились В креслах И поехали По бульварному Кольцу В Мыльников Переулок Представляя Довольно Курьезное Зрелище Два Молодых Человека Заложив Ногу на ногу И покуривая Папиросы Едут Сидя В кожаных Креслах Посреди Многолюдной Столицы Едут Мимо Цветного Бульвара Мимо Памятника Достоевскому Мимо Трубного Рынка Где Вовсю Идет Торговля Птицами Кошками Рыбками Затем Поднимаются Вверх Мимо Воскресенского Монастыря Мимо Его Высокой Стены Выходящие На Рождественский Бульвар Острым Углом Похожим На нос Броненосца И так далее И так далее Вплоть до Чистых Прудов Источающих Медвяный Аромат Цветущих Лип При этом Мы Все время Громко Во весь Голос К удивлению Прохожих Читаем Друг Другу Стихи И я Узнаю Многое Из того Что написал Птицелов За последнее Время Именно Во время Этой Поездки В креслах Я впервые Услышал Думу Про Апанаса И стихи О соловье И поэте Забыл сказать Что у Птицелова Всю жизнь Была страсть Сначала К птицам А потом К рыбкам Его комната В Одессе Была заставлена Клетками С птицами Пух И шелуха Птичьего корма Летали по комнате Наполненной Птичьими Криками В Москве Жестрасть К птицам Перешла Страсть К рыбам И в комнате Птицелова Появились Аквариумы В которых Среди Водорослей И пузырьков Воздуха Плавали Тени Тропических Рыб И Птицелов Сидел возле них На кровати Поджав ноги В расстегнутой Сорочке И кальсонах И читал Своим ученикам Свои И чужие Стихи Временами Кашляя И дыша Дымом Селитренного Порошка Когда мы Ехали В креслах Страсть К птицам Еще не прошла А страсть К рыбам Уже Началась И он С вожделением Смотрел Проезжая Мимо Трудного Рынка На птичьи Клетки И банки С золотыми Рыбками Полосатыми Как зепры И Вали Хвостками Вот что Он мне Тогда Прочел Весеннее Солнце Дробится В глазах Наша Воля Горька Главный Редактор Одного Напоминают Несколько Лет Подземная Речка Неглинка Вышла Из стоков И затопила Трубную площадь Цветной Бульвар Все низкие Места Москвы Превратила В озера А улицы В бурной Реки Движение В городе Нарушилось И ливень Все продолжался И продолжался И конца Ему Не предвиделось Ключик Смотрел В окно На сплошной Водяной Занавес Ливня На переулок Похожие На реку Покрытую Белыми Пузырями Освещавшимися Молниями Которые Вставали Вдруг И дрожали Среди Аспидных Туч Как Голые Березы Гром Обрушивал На крыше Обвалы Булыжника Преждевременно Наступила Ночь Надежды На прибытие Редактора С каждым Часом Убывали Рушились И Ключик Время От времени Восклицал Так И следовало Ожидать Я же Вам Говорил Что у меня Сложные Взаимоотношения С природой Природа Меня Не любит Видите Что она Со мной Сделала Она Мобилизовала Все небесные Силы Для того Чтобы Редактор Не приехал Она Построила Между моим Романом И редактором Журнала Стену Потопа Включика Вообще Иногда Охватывала Мания Преследования Бывали Случаи Когда он Подозревал Городской Транспорт Он уверял Что трамваи Его не любят Нужный Номер Никогда Не приходит Однажды Мы стояли С ним На остановке Ожидая Трамвая Номер Скажем 23 И напрасно Решил Ехать Вместе Со мной Говорил Ключик С раздражением 23 Номер Никогда Не придет Я это Тебе Предсказываю Трамвай Меня Ненавидит В этот Миг В отдалении Появился Вагон Трамвая Номер 23 Я был В восторге Грош Цена Твоим Предсказанием Сказал Я Он Скептически Посмотрел На приближающийся Вагон И Обреченно Пробормотал Посмотрим Посмотрим В это Время Не доехав До нас Десятка Два шагов Трамвай Остановился Немного Постоял И поехал Назад Попятился Как будто Его притягивал Сзади Какой-то Магнит И Наконец Скрылся Из глаз Это Было Совершенно Невероятно Но я Клянусь Что Говорю Чистую Правду Ну что Я тебе Говорил С грустной Улыбкой Сказал Ключик Трамваи Меня Ненавидят У меня Сложные Взаимоотношения С городским Транспортом Это печально Но это Так Не думайте Что я Шучу Это Именно Так И было Трамвай Номер 23 Уехал Назад Куда-то В неизвестность Каким Образом Это Могло Произойти Не знаю И Вероятно Никогда Не узнаю Но повторяю Даю Честное Слово Что Говорю Святую Истинную Правду Вероятно Произошел Единственный Случай За все Время Существования Московского Электрического Трамвая Эксцесс Неподающийся Анализа Теперь На город Обрушился Потоп И Ключик Был уверен Что Какие-то Высшие Силы Природы Сводят С ним Счеты Он Покорно Стоял У окна И смотрел На текущую Реку Переулка Уже Почти Совсем Смеркалось Ливень Продолжался С прежней Силой И Конца Ему Не Предвиделось И Вдруг Из-за Угла В Переулок Въехала Открытая Машина Которая Раскидывая По сторонам Волны Как моторная Лодка Не подъехала А скорее Подплыла К нашему Дому В машине Сидел В блестящем Дождевом Плаще С капюшоном Главный Редактор В этот Вечер Ключик Был посрамлен Как пророк Провидец Но зато Родился Как знаменитый Писатель Преодолев Страх Он Раскрыл Свою Рукопись И произнес Первую Фразу Своей Повести Он Поет По утрам В клозете Хорошенькое Начало Против Всяких Ожиданий Именно Эта Криминальная Фраза Привела Редактора В восторг Он Даже Взвизгнул От удовольствия А все Дальнейшее Пошло Уже Как По маслу Почуяв Успех Ключик Читал С подъемом Уверенно В наиболее Удачных Местах Пуская В ход Свой Патетический Польский Акцент С некоторой Победоносной Шепелявостью Никогда Еще Не был Он Так Обаятелен Отбрасывая В сторону Прочитанные Листы Жестом Гения Он Оглядывал Слушателей И Делал Короткие Паузы Чтение Длилось До рассвета И Никто Не проронил Ни слова До самого Конца Правда Один из Слушателей Попавший На чтение Совершенно Случайно И Застрявший Ввиду Потопа Милый Молодой Человек Некий Стасик Не имевший Решительно Никакого Отношения К искусству Примерно На середине Повести Заснул И Даже Все время Слегка Похрапывал Но Это Нисколько Не отразилось На успехе Главный Редактор Был в таком Восторге Что вцепился В рукопись И ни за что Не хотел ее отдать Хотя Ключик И умолял Оставить ее Хотя бы На два дня Чтобы кое-где Пошлифовать Силь Редактор Был Неумолим И При свете Утренней зари Так прозрачной Нежно Разгоравшейся На Расчистившемся Небе Умчался На своей машине Прижимая К груди Драгоценную Рукопись Когда же Повесть Появилась В печати То Ключик Как говорится Лег спать Простым Смертным А проснулся Знаменитостью В повести Все вытесненные Желания Ключика Превратились В галерею Странно Правдоподобных Персонажей Хотя И как бы Сказочных Но вполне Современных Социальных Реальных И вместе С тем Нереальных Как бывает Только во сне Здесь Ключик Свел счеты Со своим Прошлым Здесь Мимо него Прошумела Знаменитая Ветка Полная Цветов И листьев Извините Я устал Позвольте Мне на этом Закончить Сегодняшнюю Лекцию Дайте мне Воды У меня Пересохло В горле Спасибо Синьора Как вы Хороши В своем Нарядном Платье Вы Похожи На весну Сандра Боттичелли Извините Что я выражаюсь В стиле Ключика И вам Так идут Эти Оранжерийные Цветы Которые Вы держите В руках Как Эти цветы Мне О Спасибо Грасса Право Я этого Не заслуживаю Отнесем Мой успех Насчет Моего друга Ключика До скорой встречи До свидания Ареведерчи Чао О Красное Бархатное Кресло С высокой Спинкой Тоже Бархатно-красной Одиноко Стоящее На возвышении Под аркадами Площади Святого Марка В том уголке Куда не достигает Бурливый Плеск Канале Грандо Вызванный Вечным движением Речных трамваев Моторных лодок И гондол Со своими Высокими Секирами На поднятых Носах Но где Все еще Слышны Звуки Двух оркестров Возле Двух Ресторанов Расставивших Свои Столики На площади Под открытым Небом Напротив Светло-розовой Кирпичной Компанилы И столба Со львом Положившим Лапу На Евангелие Раскрытые На страницах Святого Марка Красное кресло Как бы предназначенное Для главного Судьи Стояло Одиноко И не каждый Мог догадаться О его назначении Не для Дожили Венецианского Оно было Предназначено Отнюдь Оно было Мне странно Знакомо Оно было Выходцем Из моего Детства Когда я Впервые Вместе с Покойным Папой И покойным Братцем Вступил На площадь Святого Марка Окруженной Стаей Грифельно Серых Голубей Хлопающих Крыльями Вокруг нас На высоте Не более Двух Оршин Над плитами Знаменитой Площади Над Нашим Папой В соломенной Шляпе И люстриновом Пиджаке Прижавшем К груди Красный Томик Путеводителя Бедекер Это было Кресло На которое Мог сесть Любой Смертный Желающий Почистить Свои ботинки Стоило только сесть на него Как тотчас Откуда ни возьмись Появлялся Сеньор В жилетке Поверх белой сорочки С рукавами Перехваченными Резинкой Вынимал из потайного Ящика Под крестом Пару щеток Бархатку Баночки С кремами Он стучал Щетка О щетку И этот стук Напоминал Пощелкивание Кастаньет И какой-то Ранний рассказ Мулата О Венеции Первые пробы В прозе Сеньор Садился На скамеечку У ваших ног И напевая Приятным голосом О сола мио Начинал чистить Ваши ботинки Придавая им Зеркальность В которой криво Отражались Три византийских Купола Сан-Марко В последний раз Я взглянул На опасную Пустоту Вокруг Бархатного кресла И этого Было достаточно Для того Чтобы его Величественное Видение Преследовало Меня потом Всю жизнь До того Самого мега Когда вдруг Под нами На глубине Нескольких Километров Не открылись Вершины Альп Над которыми Пролетал Из Милана В Париж Наш самолет Как любят Выражаться Обозреватели Международники Воздушный Лайнер Много раз Я бывал В непосредственной Близости От Альп Иногда Даже В самих Альпах Но всегда Они играли Со мной В прятки Мне никогда Например Не удавалось Увидеть Монблан Его можно Было увидеть Только На лакированной Открытке На фоне Литографически Синего Неестественного Неба А в натуре Его белый Треугольник Почему-то Всегда покрывали Облака Тучи Туманы Многослойно Плывущие Над горной Цепью Сдымающиеся Волнами Как сумрачный Плащ Воланда Плод воображения Синеглазого Заряженного Двумя Магнетическими Мегэ Возникшего В районе Садовой Триумфальной Между Казино Цирком Варьете И Патриаршами Прудами Где в лютые Морозы Когда птицы Падали на лету Мы встречались Синеглазкой Возле катка У десятого Дерева С краю И наши Губы Были Припаяны Друг к другу Морозом Тогда еще Там проходила Трамвайная Линия И вагон Ведомый Комсомолкой В красном Платке На голове Вагоновожатый Отрезал голову Атеисту Берлиозу Поскользнувшемуся На рельсах Политых Постным Маслом Из бутылки Разбитой Разявой Аннушкой По воле Синеглазого Который Тогда уже Читал мне Страницы Из будущего Романа Действие Романа Мастера Маргарита Происходило В том Районе Москвы Где жил Синеглазый И близость Цирка Казино И ревю Помогли ему Смоделировать Дьявольскую Атмосферу Его великого Произведения Прямо-таки Гафмуниада Но я Отвлекся Судьба Подарила нам Безоблачно Яркий день И мы Летели Над Альпами Над их Снежными Вершинами Ущельями Ледниками И озерами Глядя Каштанского Наритого Нам Стюардесса Из бутылки Завернутой В салфетку Все Сурило нам Приближение Вечной Весны Обещанной Бронсвиком Но увы Мы не встретили Ее И в Париже Крупные Почки Конских Каштанов Все еще Как бы Обмазанные Столярным Клеем Не собирались Лопнуть Деревья Чернели Голыми Ветками Быть может Даже Более Черными Чем Зимой Это Все-таки Вселяло Надежду Что в конце Концов Почки Лопнут Должна Когда-нибудь Чернота Сучьев Разразиться Зеленью Все-таки Парижские Чугунные Фонари Были Более Безжизненно Чем Деревья Это Обнадеживало Мы Бесцельно Бродили По городу И почему-то Я все время Вспоминал Ключика Так здесь И не побывавшего А он Так часто О нем Мечтал Впрочем Кто Из нашего Брата Начиная С Александра Сергеевича Не мечтал О Париже Ключик Никак не мог Поверить Что я Собственными Глазами Видел Нотр-Дам Тут уж он Мне не скрываясь Завидовал Он был Не только Любителем Красивых Фамилий Но Также Большим Фантазером Кроме Того У него Была Так Какая-то Тайная Теория Узнавать Характер Человека По ушам Уши Определяли Его отношение К человеку Дурака Он сразу Видел По ушам Умного Тоже Чистолюбца Лизаблюда Героя Подхалима Эгоиста Лгуна Правдолюбца Убийца Всех он узнавал По ушам Как графолог Узнает Характер Человека По почерку Однажды Я спросил его Что говорят ему Мои уши Он Помрачнел И Отмолчался Я никогда Не мог добиться От него Правды Вероятно Он угадывал Во мне Что-то ужасное Не хотел говорить Иногда Я ловил его Мимолетный Взгляд На мои уши Бунин Говорил Что у меня Уши волчьи Ключик Ничего не говорил Так я Никогда И не узнаю Что ключик У мою уши Открыли Какую-то Самую Мою Сокровенную Тайну А именно То Что я Не талантлив Ключик Не хотел Нанести Мне эту рану Он был Мнителен И всегда Подозревал В себе Какую-нибудь Скрытую Смертельно Неизлечимую Болезнь Одно Время Он был Уверен Что у него Проказа Он сжимал Кулаки И протягивал Их Мне Посмотри Неужели Тебе не ясно Что у меня Начинаются Проказы Где ты Видишь Проказы Узлики Кричал он Что за Узлики Видишь Эти Маленькие Белые Узелочки Между Косточками Моих Пальцев Ну Вижу Так что же Это Узлики Говорил он Таинственно Первый Признак Проказа Узлики Слово Узлики Он произносил С особым Зловещим Значением Не Узелочки А именно Узлики Однажды Под Зловещим Знаком Узликов Прошел Целый Месяц Ключик Ждал Проказа И был В отчаянии Что проказа Не Появилась Еще одно Слово В течение Довольно Долгого Времени Владела Ключиком Совершенно Невинное Слово Возчики Но Оно Приобрело Зловещий Оттенок И не Без Основания Когда Ключик Женился И обзавелся С собственной Жилой Площадью Понадобилась Пианино Его Жена Была Музыкантшей Взяли На прокат Пианино И конечно Никогда Срок Не платили За него Тогда Прокатная Контора Присылала Напоминание Что если В недельный Срок Долг Не будет Погашен То за Инструментом Пришлют Возчиков Об этом Забывалось И через Неделю Действительно Приезжали Возчики Тогда Начиналась Паника И крики Приехали Возчики Иногда Беда Разражалась Внезапно Сходил Бледный Ключик И восклицал Возчики Приехали Железные Пальцы Идиота По-моему Блестяще Во время Первого Шахматного Турнира В Москве В разгар Шахматного Безумия Когда У всех Нустах Были имена Капабланки Ласкера Боголюбова Рэтьи И прочих А в гостинице Метрополь Где происходили Матчи На мировое Первенство Осаждали Обезумевшие Любители Ключик Сказал мне Я думаю Что шахматы Игра Несовершенная В ней Не хватает Еще одной Фигуры Какой Дракона Где же он должен Стоять На какой клетке Он должен Находиться Вне Шахматной Доски Понимаешь Вне И как же он Должен ходить Он должен Ходить без правил Он может Съесть Любую фигуру Игрок В любой момент Может ввести Его в дело И сразу же Закончить Партию матом Позволь Пролепетал я Ты хочешь Сказать Что это чушь Согласен Чушь Но чушь Гениальная Кто успеет Первый ввести В бой Дракона И съесть Короля Противника Тот и выиграл И не надо Тратить столько Времени И энергии На утомительную Партию Дракон Это Революция В шахматных Бред Как угодно Моё дело Предложить В этом Был весь ключик Но вдруг Наискось Во всю длину Елисейских полей От Кастановой Рощи До Триумфальной Арки Подул Страшно Сильный Северный Ветер По-зимнему Острый Насквозь Пронизывающий Небо Потемнело Покрытое Сумрачным Плащом Воланда И даже Кажется Пронеслось Несколько Твёрдых Снежинок Нас Повсюду Преследовала Зима От которой Мы бежали Ледяной Дождь Пополам Со снегом Бел в лицо Грудь Спину Грозя Воспалением Лёгких Так как Мы были одеты Очень легко По-весеннему Ветер Нёс Воспоминания О событиях Моей жизни Казавшихся Навсегда Утраченными Память Продолжала Разрушаться Как Старые Города Открывая Среди Развалин Ещё Более Древние Постройки Других Эпох Только Города Разрушались Гораздо Медленнее Чем Человеческое Сознание Их Разрушению Часто Предшествует Изменение Названий Одни Слова Заменяются Другими Хотя Сущность Пока Остаётся Прежней Бульвар Орлеан По которому Некогда Проезжал На велосипеде Ленин Теперь уже Называется Бульваром Ля Клерк И многие Забыли Его Прежнее Название Исчез Навсегда Центральный Рынок Чрева Парижа Его Уже Не Существует Вместо Него Громадный Котлован Над Котором Возвышаются Гигантские Жёлтые Железные Башни Строительных Кранов Что Здесь Будет И как Оно Будет Называться Никто Не Знает Вместе С Центральным Рынком Ушла В никуда Целая Полоса Парижской Жизни Мне трудно Примириться С исчезновением Маленького Провинциального Монпарнасского Вокзала Такого Привычного Такого Милого Такого Жёлтого Где Так удобно Было Назначать Свидание И без Которого Монпарнас Уже Не Вполне Монпарнас Пост Импрессионистов Сюрреалистов И Гениального Сумасшедшего Брунсвейка На его месте Выстроена Многоэтажная Башня Бросающая Свою Непомерно Длинную Тень На весь Левый Берег Как бы Превратив Его В солнечные Часы Это Вторжение Американизма В добрую Старую Францию Но я готов Примириться С этой Башней Как пришлось В конце Прошлого Века Примириться С Эйфелевой Башней На которой Бежал Сумасшедший Мопассан На лазурный Берег И метался Вдоль его Мысов На своей Яхте Белами Воображаю Какую ярость Вызвал бы В нем Сверхиндустриальный Центр Возникший В тихом Неи Темные Металлические Небоскребы Точно Перенесенные Какой-то Злой Силой Сюда В прелестный Район Булонского Леса Из Чикаго И с этим Я уже готов Примириться Хотя Из окна 32-го Этажа Супер-отеля Конкорд Лафайет Париж Уже Смотрится Не как Милый Старый Знакомый Город А как Выкройка Разложенная На дымном Безликом Застроенном Пространстве По белым Пунктирам Которого Бегают Крошечные Насекомые Автомобили Иногда Разрушение Города Опережает Разрушение Его Филологии Целые Районы Москвы Уничтожаются С быстротой За которой Не в состоянии Угнаться Даже самая Могучая Память С течением Лет Архитектурные Шедевры Москвы Ее Русский Ампир Ее Древние Многокупольные Церквушки Ее Дворянские Купеческие Особники Минувших Веков С львами И геральдическими Гербами Давным-давно Неремонтированные Захламленные Застроенные Всяческой Дощатой Дрянью Будками Борами Ларьками Голубятнями Вдруг Выступили На свет Божий Во всей Своей Яркой Прелести Рука Сильной И доброй Власти Стала Приводить Город В порядок Она Даже Переставила Триумфальную Арку От белорусского Вокзала К поклонной Горе Где Собственно Ей Быть И полагалось Невдалеке От конного Памятника Кутузову Заманившего Нетерпеливого Героя В ловушку Горящей Я еду По Москве И на моих Глазах Происходит Чудо Великого Разрушения Соединенного С еще Большим Чудом Созидания И обновления В иных Местах Рушатся И сжигаются Целые Кварталы Полусгнивших Мещанских Домишек И очищающий Огонь Прочесывает Раскаленным Гребнем Землю Где скоро Из дыма Из пламени Возникнет Новый Прозрачный Парк Или стеклянное Здание В иных Местах Очищение Огнем И бульдозерами Уже Совершилось И я вижу Древние Прежде незаметные Постройки Неслыханной Прелести И яркости Красок Они переживают Вторую молодость Извлекая Из захламленного Мусором Времени Драгоценные Воспоминания Во всей Их Подлинности И свежести Как то летнее Бесконечно Далекое Утро Когда курьерский Поезд Проскочил Сквозь Каменно-угольный Газ Нескольких Черных Туннелей Внезапно Вырвался На ослепительный Простор И я увидел Темно-зеленую Севастопольскую Бухту С заржавленным Пароходом Посередине А потом Поезд Остановился И я вышел На горячий Перрон Под жгучее Крымское Солнце В лучах Которого Горели Привокзальные Розы Белые Черные Алые Расточая Свой сильный И вместе С тем Нежный Особый Крымский Аромат Говорящий О любви И счастье А также О розовом Массандровском Мускате И татарском Шашлыке И чебуреках Надутых Горячим Перечным Воздухом Несколько Богатых Пассажиров Стояли На ступенях В ожидании Автомобилей Среди Них Но Немного В стороне Я заметил Молодого Человека Отличавшегося От Нэтмонских Парвеню Приехавших В Крым На бархатный Сезон Со своими Самками Одетыми По последней Еще Довоенной Парижской Моде Дошедшие До них Только сейчас С большим Опозданием В несколько Искаженном Стиле Аргентинского Танго Ну А о самцах Я и не говорю Они были В новеньких Непременно Шевиотовых Двухбортных Костюмах Разных Оттенков Но Одинакового Покроя Одинокий Молодой Человек Худощавый И стройный Обратил на себя Мое внимание Не только Приличной Скромностью Своего Костюма Но Главным Образом Своим Багажом Небольшим Сундучком Обшитым Серым Брезентом Подобные Походные Сундучки Были Непременной Принадлежностью Всех Офицеров Во время Первой Мировой Войны К ним Также Полагалась Складная Походная Кровать Сороконожка Легко Складывающаяся А Все это Вместе Называлось Походный Гюнтер Из этого Я заключил Что молодой Человек Бывший Офицер Судя по Возрасту Подпоручик Или поручик Если сделать Поправку На прошедшие Годы У меня Тоже Когда-то Был Подобный Гюнтер Это Как бы Давало Мне Право На Знакомство И Я Улыбнулся Молодому Человеку Однако Он В ответ На мою Дружескую Улыбку Поморщился И Отвернулся Причем Лицо Его Приняло Несколько Высокомерное Выражение Знаменитости Утомленной Тем Что ее Узнают На улице Тут Я Заметил Что На брезентовом Покрытии Гюнтера Довольно Крупными Очень Заметными Буквами Так называемой Елизаветинской Прописью Лиловым Химическим Карандашом Были четко Выведены Имя и Фамилия Ленинградского Писателя Автора Маленьких Сатирических Рассказов До такой Степени Смешных Что имя Автора Не только Прославилось На всю Страну Но даже Сделалось Как бы Нарицательным Так Так как Я Печатался В тех Жюмористических Журналах Где Он То Я Посчитал Себя Вправе Без Лишних Церемоний Обратиться К нему Не только Как К товарищу По оружию Но также И Как К своему Коллеге По Перу Вы Такой Ты Спросил Я Подойдя К нему Он Смерил Меня Высокомерным Взглядом Своих Глаз Похожих На Неочищенной От коричневой Шкурки Миндаль На Смугло Оливковом Лице И Несколько Гвардейским Голосом Сказал Не скрывая Разражения Да А что Вам Угодно При Это Мне Показалось Что Черная Бородавка Под его Нижней Губой Нервно Вздрогнула Вероятно Он Принял Меня За Надоевший Ему Тип Навязчивого Поклонника Может Быть Даже Собирателя Автографов Я Назвал Себя И Выражение Его Лица Смягчилось По Губам Скользнула Доброжелательная Улыбка Сразу Превратившая Его Из Гвардейского Офицера В Своего Брата Сотрудника Юмористических Журналов Ах так Значит Вы Автор Растратчиков Да А вы Автор Аристократки Дальнейшее Не нуждается Уточнение Конечно Мы тут же Решили поселиться В одном И том же Пансионе В Ялте На Виноградной Улице Хотя До этого Бывший Штабс-капитан Намеревался Остановиться В знаменитой Гостинице Арианда Где кажется В былое время Останавливались Все известные Русские писатели Наши предшественники И учителя Не буду их называть Это было бы нескромно Пока мы ехали В высоком Открытом Старомодном Автомобиле В облаках Душной Белой Крымской Пыли От Севастополя До Ялты Мы Сочлись Нашим Военным Прошлым Оказалось Что мы Воевали На одном И том же Участке Западного Фронта Под Сморгунью Рядом С деревней Крэво Он В гвардейской Пехотной Дивизии Я В артиллерийской Бригаде Мы Оба были В одно и то же Время Отравлены Газами Пущенными Немцами Летом 1916 Года И оба С той поры Покашливали Он Дослужился До штабс-капитана Ядов От поручика Хотя И не успел Нацепить На погоны Вторую Звездочку Ввиду Октябрьской Революции И Демобилизации Так и Остался Прапорщиком Хотя Разница В чинах Уже Не имела Значения Все же Я чувствовал Себя Младшим Как по возрасту Так и По степени Литературной Известности Туман Ползущий С вершины Айпетри Куда мы Впоследствии Скарабкались Напоминал Нам Газовую Атаку Тысячу Раз Описанные Байдарские Ворота Открыли Нам Внезапно Красивую Бездну Какого-то Иного Совсем Нерусского Мира С высоким Морским Горизонтом С почти Черными Веретенами Кипарисов С отвесными Скалистыми Стенами Крымских Гор Того Бледно-сиреневого Чуть Известкового Мергельного Местами Розоватого Местами Голубоватого Оттенка Упирающихся В такое же Бледно-сиреневое Единственное В мире Курортное Небо С несколькими Ангельски Белыми Облачками Вечное Тепло И вечную Радость Исполинская Темно-зеленая Туманная Мыш Аюдага Припав Маленькой Головкой К прибою Пила Морскую Воду Синезеленого Бутылочного Стекла А среди Нагромождения Скал Поросших Искривленными Соснами Белел Водопад Учан-Су Повисший Среди Камней Как фата Невесты Бросившейся В пропасть Перед Самой Свадьбой В мире Блаженного Безделья Мы сблизились Со штат С капитаном Оказавшимся Вовсе не таким Замкнутым Каким Впоследствии Изображали Его различные Мемористы Подчеркивая Что он Великий Юморист Сам Никогда Не улыбался И был Сух И мрачноват Все это Неправда Богом Соединившим Наши души Был Юмор Не оставлявший Нас Ни на минуту Я По своему Обыкновению Хохотал Громко Как Однажды Заметил Ключик Ржал В то время Как смех Штаб с капитана Скорее Можно было бы Назвать Сдержанным Ядовитым Смешком Я бы даже Сказал Ироническим Хехеканьем В котором Добродушный Юмор Смешивается С сарказмом И во всем Этом Принимала Какое-то Непонятное Участие Черная Бородавка Под его Извивающимися Губами Выяснилось Что наши Предки Происходили Из мелкопоместных Полтавских Дворян И в отдаленном Прошлом Быть может Даже Вышли Из Запорожской Сечи Такие Географические Названия Как Миргород Диканька Сорочинцы Гонькивка Звучали для нас Ничуть не Экзотично Или Не дай бог Литературно А вполне Естественно Фамилию Гоголь-Яновской Мы произносили С той Простотой С которой Произносили бы Фамилию Близкого Соседа Бачей Зощинки Ганьки Гоголи Быковы Сковорода Яновские Это был мир Наших Не столь Отдаленных Предков Родственников И добрых Знакомых Ну вот Что Замечательно Впервые Я услышал О штабском Питании От Ключика Еще в самом Начале 20-х Годов Когда Ленинград Назывался Еще Петроградом Ключик Поехал В Петроград Из Москвы По каким-то Газетным Делам Вернувшись Он Принес Вести О петроградских Писателях Так называемых Серапионовых Братьях О которых Мы слышали Но Мало Их Знали Ключик Побывал На их Литературном Вечере Особого Впечатления Они на него Не произвели Кроме Одного Бывшего Штабс-капитана Автора Совсем Небольших Рассказов Настолько Оригинально И мастерски Написанных Особым Мещанским Сказом Что Даже В передаче Ключика Они не теряли Своей Совершенно Особой Прелести И вызывали Взрывы Смеха Вскоре Слава Писателя Юмориста Бывшего Штабс-капитана Как пожар Охватила Всю нашу Молодую Республику Это Лишний раз Доказывает Безупречное Чутье Ключика Его Высокий Требовательный Литературный Вкус Открывший Москвичам Новый Петроградский Талант Звезду Первой Величины Штабс-капитан Несмотря на Свою Смею Сказать Всемирную Известность Продолжал Оставаться Весьма Сдержанным И по-питерски Вежливым Деликатным Человеком Впрочем Не позволявшим По отношению К себе Никакого Амикошонства Если дело Касалось Посторонних То есть Людей Возвали Не принадлежащих который потом отвозил на трамвае в редакцию «Крокодила», после чего о его прибытии в Москву узнавали друзья. Приходя в гости в семейный дом, он имел обыкновение делать хозяйке какой-нибудь маленький прелестный подарок. Чаще всего серебряную черню старинную табакерку, купленную в комиссионном магазине. В гостях он был изысканно вежлив и несколько кокетлив. За столом садился так, чтобы видеть себя в зеркале, и время от времени посматривал на свое отражение, делая различные выражения лица, которые ему, по-видимому, очень нравились. Он деликатно и умело ухаживал за женщинами, тщательно скрывал свои победы и никогда не компрометировал свою возлюбленную, многозначительно называя ее по-пушкински «Эн-Эн». Причем бархатная бородавочка под его губой сдрагивала как бы от скрытого смешка, а миндальные глаза делались еще миндальнее. Степень его славы была такова, что однажды, когда он приехал в Харьков, где должен был состояться его литературный вечер, к вагону подкатили красную ковровую дорожку, и поклонники повели его, как коронованную особу, к выходу, поддерживая под руки. Распространился слух, что местные жители предлагали ему принять украинское гражданство, поселиться в столице Украины и обещали ему райскую жизнь. Переманивала его также и Москва. Но он навсегда остался верен своему Петербургу, Петрограду, Ленинграду. Случалось, что мы его московские друзья, внезапно, ненадолго разбогатев, совершали на красной стреле набег на бывшую столицу Российской империи. Боже мой, какой переполох поднимали мы со своими московскими замашками времен НЭПа. По молодости и глупости мы не понимали, что ведем себя по-купечески, чего терпеть не мог корректный, благовоспитанный Ленинград. Мы останавливались в европейской или Астории, занимая лучшие номера и, ну и раз, даже люкс. Появлялись шампанское, знакомые, полузнакомые и совсем незнакомые красавицы. Известный еще со времен Санкт-Петербурга лихач, бывший жокей, дежуривший возле европейской, со своим бракованным рысаком по имени Травка, мчал нас по бесшумным торцам Невского проспекта. А в полночь мы пировали в том знаменитом ресторанном зале, где Блок некогда послал недоступной красавице черную розу в бокале, золотого как небо Аи. Амониста бренчала, цыганка плясала и визжала заря любви. А потом сумрачным утром бродили еще не вполне отрезвевшие по Достоевским закоулкам вдоль мертвых каналов, мимо круглых подворотен, откуда на нас подозрительно смотрели своими небольшими окошками многоэтажные жилые корпуса, бывшие некогда пристанищем униженных и оскорбленных, мимо решеток, напоминавших о том роковом ливне среди стальных прутьев, которого вдруг блеснула молния в руке Свидригайлова, приложившего револьвер к своему щегольскому двубортному жилету, после чего высокий цилиндр свалился с головы и покатился по лужам. Со страхом на цыпочках ходили в дом на мраморную лестницу, откуда впролет бросился сумасшедший Гаршин, в черных глазах которого навсегда застыл остекленелый мор. Всюду преследовали на стене гоголевских персонажей среди решеток, фонарей, палевых фасадов, арок гостиного двора. В поездке в наемных автомобилях по окрестностям в детское село, где среди черных деревьев церкосельского парка сидел на чугунной решетчатой скамейке ампир чугунный лицеист, выставив вперед ногу курчавый потусторонний еще почти мальчик в вольно расстегнутом мундире Пушкин. Здесь лежала его треуголка и растрепанный дом парней. А где-то неподалеку от этого священного места некто скупал по дешевке дворцовую мебель красного дерева, хрусталь, фарфор, картины в золотых рамах и устраивал рекламные приемы в особняке, приобретенном за гроши у какой-нибудь бывшей дворцовой костелянши или швии и так далее. Когда же наше московское братье, душой которой был ключик, прокучивало все деньги, наставал час разлуки. Штабс-капитан, выбитый из своей равномерной привычной рабочей колеи, утомленный нашей безалаберной гостиничной жизнью, с облегчением вздыхал, нервно нас на прощание целуя и называя уменьшительными именами. И красная стрела уносила нас в полночь обратно в Москву, где нам предстояло еще долго заштопывать дыры в бюджете. О, эти полночные отъезды из Ленинграда, чаще всего в разгар белых ночей, когда вечерняя заря еще светилась за вокзалом, и на ее щемяще-печальном зареве рисовались черные силуэты дореволюционных старопитерских фабричных корпусов, заводских труб и безрадостных закопченных паровозных депо, помнивших царское время и народные мятежи в героические дни свержения самодержавия, брандмауэры с рекламами давно не существующих фирм, железный хлам, оставшийся от времен разрухи и гражданской войны. Город таял далеко позади, а полночная заря все еще светилась за мелколесьем, отражаясь в болотах, и долго-долго не наступала ночь, и качаясь на рессорах международного вагона, нам с ключиком казалось, что мы слишком преждевременно покидаем странное полумертвое царство, где, может быть, нас ожидало, так и не дождалось, некое несбыточное счастье новой жизни и вечной любви. С Ленинградом связана моя последняя встреча со штабс-капитаном совсем незадолго до его исчезновения. Город, переживший 900-дневную блокаду, все еще хранил следы немецких артиллерийских снарядов, авиационных бомб, но уже почти полностью залечил свои раны. На этот раз я приехал сюда один, и сейчас же позвонил штабс-капитану. Через 40 минут он уже входил в мой номер, все такой же стройный, сухощавый, корректный, истинный петербуржец, почти не тронутый временем, если не считать некоторые потертости костюмы и обуви, свидетельство наступившей бедности. Впрочем, знакомый костюм был хорошо вычищен, выглажен, а старые ботинки натерты щеткой и доблеской. Он был в несправедливой опале. Мы поцеловались и тут же, по традиции, совершили прогулку на машине, которую я вызвал через портье. Я чувствовал себя молодцом, не предвидя, что в самом ближайшем времени окажусь примерно в таком же положении. Так или иначе, но я еще не чувствовал над собой тучи. И мы со штабс-капитаном промчались в большом черном автомобиле, только что выпущенной новинки отечественного автомобилестроения, на днях появившейся на улицах Ленинград. Мы объехали весь город, круто взлетая на горбатые мостики его единственной в мире набережной, мимо уникальной решетки летнего сада, любуюсь широко раскинувшейся панорамой с неправдоподобно высоким шпилем Петропавловской крепости, разводными мостами, растральными колоннами биржи, черными якорями желтого адмиралтейства, медным всадником, смуглым золотом постепенно уходящего в землю Исаакиевского собора. Мы промчались мимо Таврического дворца, Смольного, Суворовского музея с двумя наружными мозаичными картинами. Одна из них, переход Суворова через Альпы, была работой отца штабс-капитана, известного в свое время художника-передвижника. И штабс-капитан поведал мне, что когда его отец выкладывал эту мозаичную картину, а штабс-капитан был тогда еще маленьким мальчиком, то отец позволил ему выложить сбоку картины из кубиков с мальты маленькую елочку. Так что он как бы являлся соавтором этой громадной мозаичной картины, что было для меня новостью. Он, как всегда, был сдержан, но заметно грустноват, как будто бы уже заглянул по ту сторону бытия, туда, откуда нет возврата, нет возврата. Что, впрочем, не мешало ему временами посмеивать со своим мелким смешком над моими прежними московскими замашками, от которых я все никак не мог избавиться. Наша поездка была как бы прощанием штабс-капитана со своим городом, со своим старым другом, со своей жизнью. Я предложил ему по старой памяти заехать на Невский проспект в известную кондитерскую Норт, ввиду своего космополитического названия, переименованную в исконно русское название «Север», и напиться там кофе с весьма знаменитым, еще не переименованным тортом «Норт». Он встревожился. «Понимаешь», — сказал он по обыкновению, нежно называя меня уменьшительным именем, — «в последнее время я стараюсь не показываться на людях. Меня окружают, рассматривают, сочувствуют. Тяжело быть ошельмованной знаменитостью», — не без горькой иронии закончил он, хотя в его словах слышались и некоторые чисто любивые нотки. Он, как и всем и грешные, любил славу. Я успокоил его, сказав, что в этот час вряд ли в кондитерский север особенно многолюдно. Хотя и неохотно, но он согласился с моими доводами. Оставив машину дожидаться нас у входа, мы проворно прошмыгнули в север, где, как мне показалось, к некоторому своему неудовольствию, имевшему оттенок удовольствия, вставс капитан обнаружил довольно много посетителей, которые, впрочем, не обратили на нас внимания. Мы уселись за столик во второй комнате в темноватом углу и с удовольствием выпили по стакану кофе со сливками и съели по два куска торта «Норд». Мой друг все время подозрительно посматривал по сторонам, каждый миг ожидая проявления повышенного интереса окружающих кого личности. Однако никто его не узнал. Это, по-моему, немного его огорчило, хотя он держался молодцом. Слава Богу, на этот раз не узнали, сказал он, когда мы выходили из кондитерской на Невский и сразу же попали в толпу, стоявшую возле нашей машины и, видимо, ожидавшую выхода опального писателя. «Но я же тебе говорил, с горькой иронией, хотя и не без внутреннего ликования, шепнул мне штабс-капитан, окруженный толпой зевак. «Просто невозможно появиться на улице, какая-то гафманиада», вспомнил он нашу старую поговорку и засмеялся своим негромким, дробным смешком. Я провел его через толпу и спихнул в машину. Толпа не расходилась. Мне даже, признаться, стало завидно. Вспомнился Крым, наша молодость и споры. Кто из нас Ай-Петри, а кто Четвердак? Конечно, о литературе. Пришли к соглашению, что он Ай-Петри, а я Четвердак. Обе знаменитые горы, но Ай-Петри больше знамениты и чаще упоминаются, а Четвердак реже. На долю ключика досталась Роман Кош. Товарищ, я обратился я к толпе, не дававшей возможности нашей машине тронуться. «Ну, чего вы не видели? Нам интересно посмотреть на новую модель автомобиля, у нас в Ленинграде она в новинку. Вот и любуемся, хорошая машина. И ведь главное дело своя, советская, отечественная». Шофер дал гудок. Толпа разошлась, и машина двинулась, увозя меня и штабс-капитана, на лице которого появилось удовлетворенно смущенное выражение. И бородавка на подбородке вздрогнула не то от подавленного смешка, не то от огорчения. Мы переглянулись и стали смеяться. Я громко, а он на свой манер тихонько. Прав был великий петроградец Александр Сергеевич. Что слава, яркая заплата и так далее. А вокруг нас все разворачивались и разворачивались каналы и перспективы неповторимого города, прежняя душа которого улетела, подобно пчелиному рою, покинувшему свой прекрасный улей. А новая душа, новый пчелиный рой, еще не вполне обжила свой город. Новое вино, влитое в старые мехи. Над бело-желтым смольным суровый ветер с финского залива нес тучи, трепал флаг победившей революции. А в бывшем зимнем дворце в Эрмитаже, под охраной гранитных атлантов, в темноватом зале испанской живописи, плохо освещенной и совсем незаметной, дожидалась нас Мадонна Моралеса, которую Ключик считал лучшей картиной мира. И мы со штабс-капитаном снова в который раз прошли по обветшавшему, скрипящему дворцовому паркету, мимо этой маленькой темной картины, в старинной золоченой раме, как бы прощаясь навсегда с нашей молодостью, с нашей жизнью, с нашей Мадонной. Вот каким обыкновенным и незабываемым возник передо мной образ штабс-капитана среди выгорающей дребедений гнилых мещанских домиков, охваченных дымным пламенем, над которым возвышалась, отражаясь в старом подмосковном пруде, непомерно высокая бетонная многочленистая Останкинская телевизионная башня, первая выходец из таинственного грядущего. Возле бывшего Брянского вокзала на месте скопления Лачук раскинулся новый прекрасный парк, проезжая мимо которого, с поразительной отчетливостью вижу я Мулата в нескольких его ипостасях, в той нелогичной последовательности, которая свойственна свободному человеческому мышлению, живущему не по выдуманным законам так называемого времени, хронологии, а по единственным естественным, пока еще не изученным законам ассоциативных связей. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вижу Мулата последнего периода, постаревшего, но все еще полного любовной энергии, избегающего лишних встреч и поэтому всегда видимого в отдалении, в конце плотины переделкинского пруда, в зимнем пальто с черным каракулевым воротником, в островерхой черной каракулевой шапке, спиной к осеннему ветру, несущему узкие как лезвия листья старых серебристых ветел. Он издали напоминал стручок черного перца, как-то ужасно не совпадающий с опрокинутым отражением деревни на той стороне Самаринского пруда. Весь одиночество, весь ожидание. В тот день был он гостеприимен, оживлен, полон скрытого огня, как мастер, довольный своим новым творением. С явным удовольствием читал он свою прозу, даже не слишком мыча и не издавая странных междометий глухонемого демона. Все было в традициях доброй старой русской литературы. Застекленная дачная терраса, склокоченные волосы уже сидящего романиста, слушатели, сидящие вокруг длинного чайного стола, а за стеклами террасы несколько вполне созревших, рослых черноликих подсолнечников с архангельскими крыльями листьев, золотых нимбах лепестков, как святые, написанные «Альфреско» на стене подмосковного пейзажа с сельским кладбищем и золотыми луковками патриаршей церкви времен Ивана Грозного. Святые подсолнечники тоже пришли послушать прозу Мулата. А вот он на крыше нашего высокого дома в Лаврушинском переулке против Третьяковской галереи ночью, без шапки, без галстука, с расстегнутым воротником сорочки, озаренной зловещим заревом пылающего где-то невдалеке Зацепского рынка, подожженного немецкими авиабомбами на фоне черного замоскворечья, на фоне черного неба, перекрещенного фосфорическими трубами прожекторов противовоздушной обороны среди бегающих красных звездочек зенитных снарядов, в грохоте фугасок и ноющем однообразии фашистских бомбардировщиков, ползущих где-то вверху над головой. Мулат ходил по крыше, и под его ногами гремело кровельное железо, и каждую минуту он готов был засыпать песком шипящую немецкую зажигалку, брызгающую искрами, как елочный фейерверк. Мы с ним были дежурными противовоздушной обороны. Потом он написал эту ночь в своей книге «На ранних поездах». Запомнится его обстрел. Вполна зачтется время, когда он делал, что хотел, как Ирод в Вифлееме. Настанет новый, лучший век. Исчезнут очевидцы. Не знаю, настал ли в мире лучший век, но очевидцы исчезали один за другим. Исчез и Мулат, великий очевидец эпохи. Но я помню, что среди ужасов этой ночи в Мулате вдруг вспыхнула искра юмора. И он сказал мне, имея в виду свою квартиру в самом верхнем этаже дома, а также свою жену по имени Зинаида и зенитное орудие, установленное над самым его потолком, «Наверху – зенитка, а под ней – зеноидка». Для него любая жизненная ситуация, любой увиденный пейзаж, любая отвлеченная мысль, немедленно и, как мне казалось, автоматически превращалась в метафору или в стихотворную строчку. Он излучал поэзию, как нагретое физическое тело излучает инфракрасные лучи. Однажды наша шумная компания ввалилась в громадный черный автомобиль с горбатым багажником. Меня с Мулатом втиснули в самую его глубину, в самый его горбатый зад. Автомобиль тронулся, и Мулат, блеснув белками, смеясь, предварительно промычав нечто непонятное, прокричал мне в ухо, «Мы с вами сидим в самом его мозжечке». Он был странно одет, совсем не в своем обычном европейском стиле, брюки, засунутые в гранище солдатских сапог, и какая-то зеленая фетровая шляпа с нелепо загнутыми полями, как у чеховского Епиходова в исполнении Москвина. Мы все были навеселе, и Мулат тоже. Вы хотите еще что-нибудь узнать о Мулате? Я устал. Да и время лекции исчерпано. Впрочем, если угодно, несколько слов. Я думаю, основная его черта была чувственность, от первых стихов до последних. Из ранних Мулата студента, что даже антресоль при виде плеч твоих трясло, «Ты врывалась, и чуб касался чудной челки и губ фиалок». Из последних «Под ракитой обвитой плющом от ненасти мы ищем защиты. Наши плечи покрыты плащом, в круг тебя мои руки обвиты. Я ошибся. Кусты этих чащ не плющом перевиты, а хмелем. Ну так лучше давай этот плащ в ширину под собой расстелим». В эту пору он уже был старик. Но какая любовная энергия! Вот он стоит перед дачей, на картофельном поле, в сапогах, в брюках, подпоясанных широким кожаным поясом офицерского типа, в рубашке с засученными рукавами, опершись ногой на лопату, которая вскапывает суглинистую землю. Этот вид совсем не вяжется с представлением об изысканном современном поэте, так же, как, например, не вязались бы гладко выбритый подбородок, элегантный пиджачный костюм, шелковый галстук с представлением о льве толстом. Мулат в грязных сапогах, с лопатой в загорелых руках, кажется ряженым. Он играет какую-то роль. Может быть, роль великого изгнанника, добывающего хлеб насущный трудами рук своих. Между тем он хорошо зарабатывает на своих блестящих переводах Шекспира и грузинских поэтов, которые его обожают. О нем пишут в Лондоне монография, у него автомобиль, отличная квартира в Москве, дача в Переделкине. Он смотрит вдаль и о чем-то думает среди несвойственного ему картофельного поля. Кто может проникнуть в тайны чужих мыслей? Но мне представляется, что, глядя на подмосковный пейзаж, он думает о Париже, о французской революции. Не исключено, что именно в этот миг он вспоминает свою некогда начатую, но брошенную пьесу о французской революции. Не продолжит ли ее? Как бишь она начиналась? В Париже на квартире Леба. В комнате окна стоят на стеж. Летний день. В отдалении гром. Время действия между 10 и 20 Мессидора, 29 июня, 8 июля 1794 года. Сен-Джуст. Таков Париж. Но не всегда таков. Он был и будет. Этот день, что светит кустам и зданиям на пути к моей душе, как освещает путь в подвалы, не вечно будет бурным фонарем, бросающим все вещи в жар порядка. Но век пройдет. Этот теплый луч, как уголь, почернеет. И в архивах пытливость поднесет свечу к тому, что нынче нас слепит, живит и греет. И то, что нынче ясность мудреца потомство станет бредом сумасшедших. Октябрьская революция была первой во всей мировой истории, совершенно не похожей на все остальные революции мира. У нее не было предшественниц, если не считать Парижской коммуны. Не имея литературных традиций для ее изображения, многие из нас обратились не к Парижской коммуне, а к Великой Французской революции, имевшие уже большое количество художественных моделей. Может быть, только один Александр Блок избежал шаблона, написав 12 из кифов, где русская революция была изображена первично. Попытки почти всех остальных поэтов, кроме Командора, были вторичны. Несмотря на всю свою гениальность, Мулат принадлежал к остальным. Он не сразу разгадал неповторимость октября и попытался облечь его в одежды французской революции, превратив Петроград и Москву 17-го и 18-го годов в Париж-Сен-Жуста, Роберт Сприера, Марата. Кто из нас не писал тогда с восторгом о зеленой ветке де Мулена в те дни, когда гимназист Канегисер стрелял в Рицкого, а Каплан отравленный пулей в Ленина. И не Сан-Кюлоты в красных фредийских толпаках носили на пиках головы аристократов, а рабочие Путиловского завода в старых пиджаках и кепках, перепоясанные пулеметными лентами, становились на охрану Смольного. Быть может, неповторимость, непохожесть нашей революции, темный ноябрьский фон ее пролетарских толп, серость ее солдатских шинелей, чернота матросских бушлатов, георгиевских лент, черноморцев, питерские и московские предместия, так не похожие на литературную яркость Парижа 1794 года, и были причиной многих наших разочарований. Столкновение легенды с действительностью, марсельезы с интернационалом. Париж, консьержерии и поле рояля был для нас притягательной силой. Мы стремились в Париж. Не избежал этого и один из самых выдающихся среди нас прозаиков, конармеец, тем более, что он действительно в качестве одного из первых советских военных корреспондентов проделал польскую кампанию вместе с первой конной Буденова. Он сразу же и первый среди нас прославился, и был признан лучшим прозаиком не только правыми, но и левыми. Лев напечатал его рассказ «Соль», и сам командор на своих поэтических ветерах читал этот рассказ наизусть, и своим баритональным басом прославлял его автора перед аудиторией Политехнического музея, что воспринималось как высшая литературная почесть, вроде Нобелевской премии. Конармеец стал невероятно знаменит. На него писали пародии и рисовали шаржи, где он неизменно изображался в шубе с меховым воротником, в круглых очках местечкового интеллигента, но в Буденовском шлеме с красной звездой и большой автоматической ручкой вместо винтовки. Он также, как и многие из нас, приехал с юга, с той лишь разницей, что ему не надо было добывать себе славу. Слава опередила его. Он прославился еще до революции, во время Первой мировой войны, так как был напечатан в Гойковском журнале «Летопись». Кажется, даже одновременно с поэмой командора «Война и мир». Алексей Максимович души не чаял в будущем конармейце, пророчи ему блестящую будущность, что отчасти оправдалось. В Москве он появился уже признанной знаменитостью. Но мы знали его по Югрости, где вместе с нами он работал по агитации и пропаганде, а также в ГУП-издате, где заведовал отделом художественной литературы и принадлежал к партийной элите нашего города, хотя сам был беспартийным. Его обожали все вожди нашего города как первого писателя. Подобно всем нам, он ходил в холчевой толстовке, в деревянных босоножках, которые гремели по тротуарам со звуком итальянских кастаньет. У него была крупная голова вроде несколько деформированной тыквы, сильно облысевшая спереди, и вечная ироническая улыбка. Упомянутые уже круглые очки, за стеклами которых виднелись изюминки маленьких детских глаз, смотревших на мир с пытливым любопытством. И широкий, как бы слегка помятый лоб с несколькими морщинами, мудрыми не по возрасту, лоб философа, книжника, фарисея. И вместе с тем нечто хитрое, даже лисье. Он был немного старше нас, даже птицелова, и чувствовал свое превосходство как мастер. Он был склонен к норовоучениям, хотя и делал их чувством юмора, причем его губы принимали формы ижицы или, если угодно, римской пятерки. У меня сложилось такое впечатление, что ни Ключика, ни меня он как писателя не признавал. Признавал он из нас одного птицеловым. Впрочем, он не чуждался нашего общества и снисходил до того, что иногда читал нам свои рассказы о местных бандитах и налетчиках, полные юмора и написанные на том удивительном южно-новороссийском, черноморском, местами даже местечковом жаргоне, который, собственно, и сделал его знаменитым. Манера его письма в чем-то сближалась с манерой штабс-капитана, и это позволило честолюбивым ленинградцам считать, что наш конармеец всего лишь подражатель штабс-капитана. Сходила такая эпиграмма. Под пушек гром, под звоны сабель, а с зощенко родился бабель. Конармеец вел загадочную жизнь. Где он кочует, где живет, с кем водится, что пишет, никто не знал. Скрытность была основной чертой его характера. Возможно, это был особый способ вызывать к себе дополнительный интерес. От него многого ждали. Им интересовались, о нем охотно писали газеты. Горький посылал ему из Саранта письма. Лучшие журналы охотились за ним. Он был неуловим. Иногда ненадолго он показывался у командора на водопьяном, и каждое его появление становилось литературным событием. В Мыльниковом он совсем не бывал, как бы стесняясь своей принадлежности к южно-русским. У него была масса поклонников в разных слоях московского общества. Однако большинство этих поклонников не имело отношения к литературной среде. Наоборот, все это были люди посторонние, но зачастую очень влиятельные. В первое время в Москве я совсем мало с ним встречался. Наши встречи были случайные и короткие. Но он никогда не упускал случаев, чтобы преподать мне литературный урок. Литература — это вечное сражение. Сегодня я всю ночь сражался со словом. Если вы не победите слово, то оно победит вас. Иногда ради одного единственного прилагательного приходится тратить несколько не только ночей, но даже месяцев кровавого труда. Запомните это. В диалоге не должно быть ни одного необязательного выражения. К диалогу надо прибегать только в самых крайних случаях. Диалог должен быть краток, работать на характер персонажа и как бы источать терпкий запах. Только что я прочитал вашу повесть. Она не дурна. Но, вероятно, вы воображаете, что превзошли своего учителя Бунина. Не обольщайтесь. До Бунина вам как до полярной звезды. Вы сами не понимаете, что такое Бунин. Вы знаете, что он написал в своих воспоминаниях о МН? Он написал, что у него вкратчивая бесшумная походка вора. Вот это художник. Не вам и не мне, Чита. Перед ним нужно стоять на коленях. Литературным божеством для конармейца был Флабер. Все советы, которые давал автор мадам Бавари автору «Милого друга», являлись для конармейца законом. Иногда мне даже казалось, что он играет во Флабера, придавая чрезмерное значение красотам формы со всеми ее стеснительными условностями и предрассудками, как я теперь понимаю, совершенно необязательными для свободного самовыражения. Некогда и я страдал этой детской болезнью флаберизма. Страхом повторить на одной странице два раза одно и то же слово, ужасом перед недостаточным, искусно поставленным прилагательным или даже знаком припинания, нарушением хронологического течения повествования словом перед всем тем, что считалось, да и до сих пор считается, мастерством, большим стилем. А по-моему, только добросовестным ремесленничеством, что, конечно, не является недостатком, но уж во всяком случае и не признаком большого стиля. Конармеец верил в законы жанра. Он умел различать повесть от рассказа, а рассказ от романа. Некогда и я придерживался этих взглядов, казавшихся мне вечными истинами. Теперь же я, слава Богу, освободился от этих предрассудков, выдуманных на нашу голову литературоведами и критиками, лишенными чувства прекрасного. А что может быть прекраснее художественной свободы? Это просто новая форма, пришедшая на смену старой. Замена связи хронологической связью ассоциативной. Замена поисков красоты поисками подлинности. Как бы эта подлинность не казалась «плоха». По-французски «move» то есть «плохо». Одним словом, опять же «мовизм». Тогда я, конечно, так не думал. Как я теперь понимаю, конармейт чувствовал себя инородным телом в той среде, в которой жил. Несмотря на заметное присутствие в его флаберовске отточенной, я бы даже сказал вылизанной, в прозе революционного, народного фольклора, в некоем вроде лесковщины, его душой владела неутолимая жажда Парижа. Под любым предлогом он старался попасть за границу в Париж. Он был прирожденным бульвартье. Лучше всего он чувствовал себя за крошечным квадратным столиком на одной ножке прямо на тротуаре возле какого-нибудь кафе на больших бульварах, где можно несколько часов подряд сидеть под красным холчевым тентом за маленькой чашкой мокко, наблюдая за прохожими и мысленно вписывая их в какой-то свой воображаемый роман вроде человеческой комедии. Не исключено, что он видел себя знаменитым французским писателем, блестящим стилистом, быть может даже одним из сорока бессмертных, прикрывшим свою лысину шелковой шапочкой академика вроде Анатолия Франца. Под высоким куполом института на берегу Сены он чувствовал бы себя как дома. В те времена заграничные поездки делались все труднее и труднее. В конце концов он стал оседлым москвичом, женился, поселился в хорошей квартире в особнячке в районе Воронцово поля и даже стал принимать у себя гостей. В это время мы с ним очень сблизились. Беседы с ним доставляли мне большое удовольствие и всегда были для меня отличной школой литературного мастерства. Общение с конармейцем было весьма похоже на общение мое с Щелкунчиком. Возможно это и не скромно, но мне кажется оно было взаимным обогащением. Конармейц оказался в конце концов прекрасным семьянином и любезным хозяином. У него всегда можно было выпить стакан нарезкой душистого хорошо заваренного чая или чашку настоящего итальянского черного кофе эспрессо. Он собственноручно приготовлял его, пользуясь особой заграничной кофеваркой. Скажите, каким образом у вас получается такой на редкость вкусный чай? Откройте ваш секрет. Нет никакого секрета. Просто не надо быть скупердяем и не экономить на заварке. Заваривайте много чая и ваши гости всегда будут в восторге. Однажды он вдруг показался у нас в дверях, а рядом с ним стоял некий предмет домашнего обихода красного дерева. Нечто вроде комнатного бара с затейливым устройством. Довольно неуклюжее произведение столярного искусства, которое он пыхтя собственноручно втащил на пятый этаж, так как лифт не работал. Оказалось, что это был его подарок нам на новоселье. Надо было распахнуть верхние крышки, и из недр сооружения поднимался целый набор посуды для коктейлей. Этот бар занимал много места, и мы не знали, куда его приткнуть. Я думаю, Конармеец сам не знал, куда его одевать, а так как я однажды похвалил бар, то Конармеец и решил таким элегантным образом избавиться от всей громоздкой вещи. Чисто восточная любезность. Впрочем, я понимаю, что он это сделал от души. Вещь была все же дорогая, он не поскупился. Ему очень нравилась моя маленькая двухлетняя дочка, и он любил с нею весьма серьезно разговаривать, как со взрослой, сидя перед ней на корточках и несколько пугая ее своими большими очками. Мы часто сиживали перед огромным окном, за которым виднелся классический московский пейзаж, словно бы вышедший из царства тысячи и одной ночи, но только несколько древнерусской. Конармейц смотрел на этот пейзаж, но, мне кажется, видел нечто совсем другое. Старые деревья, косо наклонившиеся над сеной с нижнего ее парапета, а на верхнем парапете ящики букинистов, на ночь запиравшиеся большими висячими замками. Белую конную статую Генриха IV, сообразившего, что Париж стоит обедней. Круглые островерхские башни консьержери, где до сих пор в каменных недрах за тюремными решетками, прикрепленные навечно к каменной стене, сумрачно чернел совсем не страшный на вид косой нож гильотины, тот самый, который некогда на площади согласия срезал головы королю и королеве, а потом не мог уже остановиться, и из-под него на Огревской площади покатились в черный мешок одна за другой головы Д'Антона, Сен-Жуста, Д'Эмуляна, множество других голов, каждая из которых вмещала в себя вселенную, и, наконец, голова самого Робеспьера с разбитой челюстью и маленьким почти детским упрямым и гордым подбородочком первого ученика. Ну, и, конечно, чашечка мокка на одноногом столике в тени тента с красными фистонами. Он пил кофе маленькими глотками, растягивая наслаждение, натягивая миг возвращения, и его детские глазки видели тень Азраила, несущего меч над графитными плитками парижских крыш. А может быть, это и был тот самый косо-режущий ледяной ветер во всю длину елисейских полей, ветер возмездия и смерти. В расчете на вечную весну мы были одеты совсем легко, а ветер, свистя как нож гильотины, нес мимо нас уже заметные крупинки снега. И для того, чтобы не схватить пневмонию, нам пришлось укрыться в набитой людьми американской дрог-стории, где с трудом отыскался свободный столик под неизмеримо громадным длинным низким потолком, унизанным параллельными рядами светящихся шариков, умноженных до бесконечности зеркалами во всю стену, что угнетало нас какой-то безвыходностью. мы уже были уверены, что весна никогда не наступит, и мы навсегда останемся здесь как в аду среди беготни обезумевших официанток, знакомых музыкальных звуков бьющихся тарелок, восклицаний, разноязычного голдежа, мелодий проигрываемых пластинок, где противоестественно смешивались все музыкальные стили, начиная с древнегальской музыки и кончая все еще не вышедшим из моды поп-артом. Мы были в отчаянии. Но в один прекрасный день, когда наше отчаяние дошло до высшей точки, весна наступила внезапно как взрыв всеобщего цветения под лучами жгучего солнца в безоблачном и безветренном небе при температуре воздуха более 29 градусов в тени, когда вдруг как по мгновению черной палочки перевитой розами изо всех настеж открытых парижских окон выбросились и косо повисли огненно-желтые раскаленно-красные маркизы, совершенно меняя облик города, который мы привыкли видеть элегантно серым, а теперь он превратился в нечто карнавальное, яркое, почти итальянское, где рядом с каменными стенами средневековых церквей горели кусты персидской сирени со всеми ее оттенками, начиная с самого нежного и кончаясь самым яростным. Я почувствовал, что в мире произошло нечто имеющее отношение лично ко мне. и в этот же миг из ледяных пещер памяти совсем живой снова появился Брунслик. Он стоял передо мной как всегда чем-то разгневанный, маленький, с бровями колючими как креветки, в короне вздыбленных седых волос вокруг морщинистой лысины как у короля Лира, в своем синим выльнившем рабочем халате с засученными рукавами, с мускулистыми руками в одной руке молоток, другой резец, весь осыпанный мраморной крошкой, гипсовой пудрой и еще чем-то непонятным, как в тот день, когда я впервые через год после гибели командора вошел в его студию. Наконец-то я нашел подходящий материал. Нет, не материал, а вещество. Подходящее вещество для ваших друзей, о которых вы мне столько рассказывали, закричал он с порога. Мне доставили это вещество из околозвездного пространства Кассиопеи. Из этого вещества построена Вселенная. Это лучшее из того, что можно было достать на мировом рынке. Вещество из глубины галактики, торопитесь же! Он кричал, он брызгал слюной, он топал ногами. Я понял его с полуслова. Теперь пора, сказал я. И мы с женой побежали в парк Монсо. Но прежде мне пришлось прочитать весь гениальный взор, который написали вы и все ваши друзья. Может быть у меня дурной вкус, но ваша чепуха мне понравилась. Иначе я не взялся за эту работу. Крикнул он нам вдогонку и тотчас исчез, на этот раз навсегда. За свежевыкрашенными черными пиками железной ограды с ярко позолоченными остриями, за траурными еще более высокими решетчатыми воротами, за их золочеными вензелями и балдахином, сияющим на солнце, перед нами предстали головокружительно высокие купы цветущих каштанов, белых и розовых, как совершенное воплощение вечной весны. Мы вошли в парк. Одно лишь название улицы, со стороны которой мы появились, бульвар Мальзерб, как бы погрузило нас в обманчивую тишину 19 века после франко-прусской войны и парижской коммуны. Это был мир Мапассана, широкоплечий бюст этого бравого красавца-француза с нормандскими усами, которые умели так хорошо щекотать женские шейки и затылки с пушком каштановых волос, что в конце концов и привело его к ужасному преждевременному уничтожению, был установлен на колонне, у подножья которой была изваяна фигура полулежащей дамы в широкой юбке с узкой талией в кофточке, рукава бухами. Она держала перед собой раскрытый томик, самозабвенно замечтавшись над строками Мапассана, и мне почему-то кажется, что эта книга была известна. В жарком сумраке нистого цветущего каштанового дерева эта хрестоматийная композиция уже заметно потемнела от времени. Каждая сладко-широкой юбки со шлейфом и пятипалая тень какого-то отдельного каштанового листа, лежащая на прямом лбу писателя, все это было хорошо знакомо, и в окружении цветущих сиреней, боярышни, копионов, японской вишни, пронизанная неистовыми лучами солнца, отдаленная от шумящего города высокой решеткой тишины и безветвия, как бы перенесло нас в страну, куда мы наконец после стольких разочарований попали. Однако на этот раз что-то вокруг изменилось. Сначала я не мог понять, что именно изменилось. Но наконец понял. Недалеко от извояния замечтавшейся дамы под бюстом Мапасана стояло еще одно извояние, которого раньше здесь не было. Фигура конармейца в предпоследний период его земного существования. Он сидел за маленьким одноногим столиком перед чашечкой под синюю каштана, как бы по стентам кафе, взирая вокруг сквозь очки изумленные детскими глазами обреченного. Он был сделан в натуральную величину с реалистической точностью и вместе с тем как-то условно-сказочно без пьедестала. Я употребил слово сделан, потому что не могу найти ничего более точного. Изваем он не годится, вылеплен не годится, истечен не годится, может быть отлит, но это тоже не годится, потому что материал был не металлом, он был именно веществом. Лучше всего было бы сказать создан. Мято слишком возвышено. Нет, не создан, именно сделан. Вещество, из которого он был сделан, не поддавалось определению. человеческий глаз лишь замечает некоторые его особенности. Поразительную, как бы светящуюся неземную белизну, по сравнению с которой лучший карарский мрамор показался бы сероватым. Необъяснимую непрозрачную прозрачность. Скульптура не отбрасывала от себя тени, хотя все предметы вокруг отбрасывали резкие утренние тени. Кусты, скамейки, стволы деревьев, из которых одному сикамору было 120 лет. И оно, кажется, помнило еще автора милого друга детские коляски, фигурки бегающих детей и их нянек, бабушек, матерей с открытыми книгами на колени. Красно-синие мячики прыгали по уже пыльным дорожкам, отбрасывая прыгающие тени. Даже маленькие маргаритки, выросшие на газонах, отбрасывали миниатюрные тени. Я потрогал плечо конармейца, оно обожгло мою ладонь пронзительным, но безвредным холодом. И судя и тому, что почва под извоянием сильно осела, можно было заключить, что материал, из которого был сделан конармеец, в несколько десятков, а может быть в сотен тысяч раз, тяжелее любого известного на земном шаре вещества. Вместе с тем, как это ни странно, материал, сияющий несказанной белизной, казался невесомым. Мы пошли по парку и заметили, что кроме знакомых серых статуй, ослепительно белеет несколько новых, сделанных из того же материала, что и статуи конармейца, ярко-белых и не отбрасывающих теней. Никто из посетителей парка их не замечал, кроме нас. Это были наши сновидения. Они были расставлены прямо на земле и на газонах, без пьедесталов, в каком-то продуманном беспорядке. На одном из газонов под розовым кустом лежала фигура ключика. Он был сделан как бы спящим на траве. Маленький, с поджатыми ногами, юноша-гимназист, положив руки под голову, причесанную а-ля титус, с твердым подбородком и видел неземные сны, а вокруг него, как некогда он сам написал, летали насекомые, сдрагивали стебли. Архитектура летания птиц, мух, жуков была призрачна, но можно было уловить и кое-какой пунктир, очерк арок, мостов, башен, террас, некий быстро перемещающийся и ежесекундно деформирующийся город. Парк Монсо, где лежал ключик, глубоко уйдя в травяной покров, был действительно городом вечной весны, славы и тишины, еще более подчеркнутой возгласами играющей детей. В романтических зарослях цветущих кустов боярышника рядом со старым памятником гуно, возле пробирающегося по камешкам ручейка. Дружески обнявшись с Мефистофелем белела фигурка Синеглазова в шляпе с пером, с маленькой мандолиной в руках, поставившего ноги в танцевальную позицию, всего во власти третьего гуно, но не забывающего и двух первых, Гоголя Гофмана. Я сразу узнал его поядовитой улыбке. И я вспомнил нашу последнюю встречу. Сначала у памятника сидящего на Арбатской площади Гоголя, а потом у него в новой квартире, где он жил уже с третьей своей женой. Он сказал по своему обыкновению «Я стар и тяжело болен». На этот раз он не шутил. Он был действительно смертельно болен и, как врач, хорошо это знал. У него было измученное землистое лицо. у меня сжало сердце. «К сожалению, я ничего не могу вам предложить, кроме этого», сказал он и достал из-за окна бутылку холодной воды. «Мы чокнулись и отпили по глотку. Он с достоинством нес свою бедность. Я скоро умру», сказал он бесстрастно. «Я стал говорить то, что всегда говорят в таких случаях, убеждать, что он мнителен, что он ошибается. Я даже вам могу сказать, как это будет», прервал он меня, недослушав. «Я буду лежать в гробу, и когда меня начнут выносить, произойдет вот что. Так как лестница узкая, то мой гроб начнут поворачивать, и правым углом он ударится в дверь Ромашова, который живет этажом ниже». Все произошло именно так, как он предсказал. Угол его гроба ударился в дверь драматурга Бориса Ромашова. Его похоронили. Теперь он бессмертен. Раскинувши руки в виде распятия, но с ног до головы, перекрученные на манер бургундского сербушона стопора, как бы перевитые лианами, перед нами мелькнуло и тут же померкло изваяние забытого всеми вьюна, невдалеке от которого под столетним сикамором сидел на камне босой Будетлянин, председатель земного шара с котомкой за плечами, с дорожным посохом, прислоненным к дереву. Нищий, с заурядно уездным лицом русского гения, обращенным к небу, словно вговоря «Пусть девы поют у оконца меж песен о древнем походе, о верно подданном солнце самосвободном народе». Он сам был верно подданным солнце, сыном самозабвенного народа. На повороте аллеи, незамечаемо играющими детишками, белокожими и чернокожими, в цилиндре и шелковой накидке, с тростью протянутой вперед как крапира, с ужасом написанным на его почти девичьем лице, стоял, расставив ноги, королевич, как бы видя перед собой собственное черное отражение в незримом разбитом зеркале. Он был сделан из того же межзвездного материала, но только как-то особенно нежно и грустно светился изнутри. Птицунов со свернутой охотничьей сетью на плече неподвижно шагал по парку, ведя за руку маленького сына, тоже поэта, чем-то напоминая Вильгельма Теля на фоне каменного декоративного грота, заросшего плющом. На двух белых железных стульях, повернувшись друг к другу в почти одинаковых степках в позе дружелюбных спорщиков, сидели звездно-белые фигуры брата и друга, а остальные десять садовых стульев были заняты живыми посетителями парка в разных местах центральной его аллеи. Вдалеке парк соприкасался с чими-то недоступными простым смертным владениями, скрытыми заколючими изгородями, решетками и зарослями дикого винограда, шиповника, терней, тех самых терней, чьи острые чугунные синие шипы впивались в восковое чело человека бога, оставляя на нем ягоды крови. Там на отшибе, отрешенный от всех, как некогда на плотине переделкинского пруда, ждал свою последнюю любовь постаревший мулат, по-прежнему похожий издали на стручок черного перца, но чем ближе мы к нему подходили, тем он все более и более светлел, прояснялся, пока не стало очевидно, что он сделал из самого лучшего галактического вещества, под невесомой тяжестью которого прогнулась почва. Парк оказался наполненным творениями сумасшедшего воятеля. Мы ходили по аллеям, узнавая друзей, пока наконец не остановились возле фигуры, которую я узнал еще истоли. Перед нами сиял неземной белизной мальчик переросток, худой глазастый длинноволосый с маленьким револьвером в безнадежно повисшей руке. Без шапки и шубы, обмотки и фринч. То сложат руки, будто молятся, то машут, будто на митинге речь. Мальчик шел в закат глаза уставя. Был закат непревзойденно желтый. Даже снег желтел к тверской заставе. Ничего не видя, мальчик шел. Шел, вдруг встал. шел круг сталь. Стал ветер Петровскому парку звонить. Прощайте, кончаю, прошу не винить. До чего ж на меня похож? Да, это он. Командор в юности. И так навсегда. Мальчик самоубийца. До чего ж на него похож? А вокруг горел жгучий полдень вечной памяти и вечной славы. Внезапно остановившийся взрыв. В его неподвижном горении и сиянии в ярких прозрачных красках повсюду вокруг нас белели извояния, сделанные все из того же неиссякаемого космического вещества, белее белого, тяжелее тяжелого, невесомей невесомого. Неземное на земном. Мы уже шли к выходу, когда в заресничной стране парка Монсо увидели фигуру щелкунчика. Он стоял в вызывающей позе городского сумасшедшего, в тулупе золотом и в валенках сухих, несмотря на то, что все вокруг обливалось воздушным стеклом пасхального полудня. Он был без шапки. Его маленькая верблюзья головка была высокомерно вскинута, глаза под выпуклыми веками полузажмурены сладкой муки рождающегося на бритых губах слово психеи. Может быть, таким образом рождались стихи «Есть иволги в лесах и гласных долгота» в тонических стихах единственная мера. Но только раз в году бывает разлита такая длительность, как в метрике гомера. Как бы цезуру изъяет летний день. Уже с утра покой и трудные длинноты, валы на пастбищах и золотая лень из тростника извлечь богатство целой ноты. Он боялся извлечь из своего тростника богатство целой ноты. Он часто ограничивался обертоном слова психеи неполным его звучанием, неясностью созревавшей мысли. Однако именно эта незрелость покоряла, заставляла додумываясь догадываться. Россия, лето, лорелея. Что это такое? Догадайтесь сами. Невдалеке от Челкунчика стоял во весь рост, но как-то корча с другой акмией сколченогий, с перебитым коленом и культяпкой отрубленной кисти, высовывающейся из рукава, худощавый, безусый, как бы качающийся, с католически голым, прекрасным, преступным лицом пасшего ангела, выражающим ни в чем несравнимую муку раскаяния, чему совсем не соответствовала твердая соломенная шляпа канутье, немного набок сидевшая на его наголо обритой голове шишкой. Шляпа Морисе Шевалье Издалека волнами долетали мощные густые ликующие звуки пасхальных колоколов Нотр-Дам и Сакре-Кер гипсовые колпаки, которые светились где-то за парком Монсо на высоком холме Мон-Мартра царя над празднично безлюдным Парижем. Виднились еще повсюду среди зелени цветов извояния, говорящие моему гасночему сознанию о поэзии молодости минувшей жизни. Маленький сын водопроводчика, соратник, наследник, штабс-капитан и все, все другие. Считателям будет нетрудно представить их в виде статуи без пьедестала. Я хотел, но не успел проститься с каждым из них, так как мне вдруг показалось, будто звездный мороз вечности сначала слегка, совсем неощутимо и нестрашно коснулся поредевшая серо-седых волос вокруг танзуры моей непокрытой головы, сделав их мерцающими как алмазный венец. Потом звездный холод стал постепенно распространяться сверху вниз по всему моему помертвевшему телу, с настойчивой медлительностью останавливая кровообращение и не позволяя мне сделать ни шагу для того, чтобы выйти из-за черных копий с золотыми остриями заколдованного парка, постепенно превращавшегося в переделкинский лес и, о боже мой, делая меня изваянием, созданным из космического вещества безумной фантазии воятеля. 1975-й 1977-й годы Переделкино Нижняя Орианда Конец книги Читал Сергей Смирнов КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...